Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся в районе Царицыно, Москвы. Это платформа «Активатика» и я, Екатерина Дёмина. Сегодня здесь, рядом с заводом «Огонёк», входом центральным в завод «Огонёк» проходит, пройдёт собрание обманутых дольщиков ЖК «Царицыно». ЖК «Царицыно» – это такой памятник долгостроя в Москве на самом деле, потому что потрясающие обещания, которые были даны дольщикам, людям, которые поверили и на стадии котлована практически купили квартиру в этом ЖК, а месторасположение ЖК «Царицыно» очень хорошее. То есть, на самом деле, люди бы, если бы действительно получили там квартиры, они были бы самыми, ну, очень счастливыми, потому что рядом буквально парк через квартал, музей, заповедник «Царицыно», там же «Дендропарк». Ну, и вообще я помню это предложение, которое было на рынке недвижимости в 2012 году, оно появилось, это было, ну, такое, как сказать, цена-качество. То есть, на самом деле, за низкие цены, достаточно доступные, если вот продать вторичку, вполне можно было бы купить там, ну, хорошую квартиру в этом ЖК «Царицыно». Ну, люди получали прям прекрасные квартиры в замечательном месте Москвы. Ну, кто бы на такое не согласился. И вот многие очень люди вложились, вложили свои, ну, как бы, сбережения. Кто-то квартиры продавал, чтобы купить в этом ЖК собственность. И, к сожалению, вот до сих пор дано из всех корпусов, которые были, должны были построены быть там в 2014 году, построены только два. И то уже это второй застройщик, ну, уже, как бы, государственный застройщик достраивает жилье. Вот первый застройщик был признан банкротом, бежал вместе с деньгами. Вот сейчас мы все это увидим. Вот, видите, люди собрались. Это аманты и дольщики. Они бьются уже с 2012 года, пишут письма, обращаются в суды, обращаются в прокуратуру. И все мы, ну, как бы, до сих пор дома их не построены. Вот. Сейчас мы у кого-нибудь что-нибудь спросим у них. Здравствуйте. Я вот от программы «Активатика», платформы «Активатика». Расскажите, пожалуйста, ну, про то, почему вот именно сегодня вы здесь собрались. Чего вы требуете? Потому что стройки. Стройка, я восстановилась практически. Значит, и поэтому мы решили напомнить о себе. Вот, может быть, о нас забыли. Поэтому я здесь. Я дочек 25-го. То есть ваша квартира не построена, да? Да, вот вы ее еще. Наши квартиры не построены, и рабочих нету на корпусе. Поэтому ситуация печальная. Стали уже. Стали уже ходить по акциям, требовать. Стали. А в каком году вы вложились в строительство в это? 14-го. 14-го, да. Когда были обещаны квартиры? То есть, по идее, когда вы вкладывали деньги, в каком году должны были? Значит, я уже сейчас, не по-моему, 15-й год у меня. Какой год? 15-й. 25-й. Конец 15-го года. Да, 15-го. 15-го года, 15-го года. А вы в каком году? Я покупал в 13-м году. В 13-м году. А у вас когда должны были сдать ваши деньги? Мою квартиру должны были сдать 31-го декабря 2015-го года. Но мне удалось поменять свою квартиру. Я здесь пришел поддержать своих товарищей несчастья. Я объясню, почему. Здесь происходит нагма, циничное разворовывание денег российских. Это деньги налогоплательщиков, которые государство выделило, чтобы снять проблему обмана художников в нашем жилом городе. И эти деньги нагло и цинично разворовываются. Выписываются миллиарды рублей в фронт оплаты труда. Выписываются миллиарды рублей на тендеры на технику. Миллиарды рублей на материалы. И стройка не двигается. За три года, на два с половиной года сделали 4-5 этажей в жилом комплексе. Это просто смерть. За три года такой комплекс строить составляет и до конца. То есть происходит нагло и циничное разворовывание бюджетных денег московского правительства. Спасибо. Как вы думаете, почему правительство не обращает московское? Ведь это его деньги, ну, фактически. Уважаемые граждане, просьба соблюдать дистанцию, а заводят тешеходный проход. Вот такое прям, так сказать, очевидное похищение происходит денежных средств. У нас складывается впечатление, что это преступное сообщество находится в сговоре. У меня другого объяснения вот этому нет. Дело в том, что мы все люди, мы живем в России, мы знаем, что чтобы что-то построить, нужно что-то украсть. Но когда крадутся деньги все целиком, и стройка не двигается годами, то это, конечно, людей приводит в ужас. Люди уже однажды открадены, правительство помогло. Мы благодарны правительству, что оно выделило федеральные деньги на достройку жилевых комплексов. Но сейчас происходит циничное разворовывание, и мы полагаем, что они находятся все в сговоре. И они просто миллиардами пилят эти федеральные муниципальные деньги. Спасибо вам большое. Если можете, напишите комментарий, хорошо ли слышно. Потому что у меня новый микрофон, я хочу понять, слышно ли звук. Посмотрите, как много людей собралось. Вообще 500, 5700 там с чем-то человек должно было уже получить свои квартиры. Из них получили только, ну, в общем, как, короче, только треть людей. И это все длится, ну, представляете, уже 7 лет. Вдруг хранительные органы заботятся о здоровье людей, они просят их встать, соблюдая дистанцию. Расскажите, пожалуйста, почему вы сегодня сюда пришли? Это платформа Активатика, и мы хотим узнать, почему вот именно здесь, ну, как бы проводится акция. Проводится акция, потому что отманывают. А почему именно здесь, вот около завода Огонек? Вот это я не знаю. А вы с какого года дольщиком являетесь? 16. 16? Понятно. Ой, извините. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про свою историю. Как вы искали дольщиком? Почему вы сегодня здесь, именно здесь проводите акцию? Я представляю платформу Активатика. Это гражданская и экологическая активность. Она на кто новенький приходит. У нас договор от 13-го года, хотели в 15-м году уже въехать. У нас двое детей, которые уже выросли, и которые уже, у меня тогда сын в первый класс пошел, сейчас уже в седьмом классе. Это предложение, хотя мне казалось, это самое прекрасное предложение по внедвижимости. Во-первых, цены довольно доступные, во-вторых, место хорошее. Вы тоже так же, да? Да, и вот мы сейчас в однокомнатной квартире с двумя детьми. Дистанционное обучение – это караул. У нас еще музыкальная школа. Мы в прошлый карантин сдали дочь 9 экзаменов музыкалки, сын 4 экзамена. В общем, это, конечно, сумасшедший дом. Дети растут, несколько катастрофически не хватает. И хотелось бы, конечно, чтобы у детей, прежде всего, появилось больше пространства, потому что очень тяжелые условия. И мы вложились, до сих пор расплачиваемся, и поэтому, собственно, я здесь. Но у вас какой корпус? Когда у вас обещают, что сзадут? 25-й должны были в декабре 2020 года, но, судя по тому, что не строят, мы неизвестно еще, когда дождем. Очень важно. Уже кажется, что лучше бы эти деньги, которые дали на строительство, просто раздали бы людям обратно, компенсировали жилье. Ну, возможно, мы бы уже купили и уже бы жили в своем комфортабельном жилье, потому что все условия, в которых мы сейчас живем, опять же, с двумя детьми, которые один на кухне, другой в комнате. У них разный возраст. Это 10-й и 7-й класс. Это очень тяжело, потому что они друг друга отвлекают. Дистанционка вообще это отдельный разговор. И дети устают и от компьютера, и друг от друга, и нет у них социального общения, что очень важно тоже в этом периоде жизни. И то, что сейчас происходит, как безобразие. А в скольки комнатную квартиру вложили? Сколько у вас комнат должно было быть? У нас 62 квадратных метра. Мы вообще рассчитывали сделать три комнаты. И, в принципе, мы бы там все уместили. Но сейчас мы живем в 35 метрах, и что достаточно тяжело. И одно пространство на всех. И когда у меня, допустим, выходные, я сама не знаю, куда мне деться. Потому что кухня и комната заняты детьми. И все это делает в невыносилие. Да, я представляю. Вот, мам, у твоих детей тоже. У меня тоже старшая дочь уже взрослая и маленький сын. Ну, я понимаю, как вам тяжело. Я желаю вам удачи. До свидания. Ну, вот, потихонечку граждане растягиваются вдоль забора, чтобы никому не мешать, не мешать проходу других граждан, которые тут, возможно, пройдут. Не знаю уж. Вот. Нам хотелось бы узнать подробности, почему именно здесь проходит сегодня эта акция. Да, да, да. Как раз там у твоих человека. Я могу ответить. С тобой надо подписываться. Здравствуйте. Здравствуйте. Я от платформы «Октиватика» вот я несколько вопросов хотела бы задать вам. Да, да, да. Сейчас, секундочку, можно? Да, конечно. Вот, еще. По два этих подписываем. Да, да, да. А, сейчас. Два подписываемся. Привет, не так. Только два. И по С1, и по С2 подписывайтесь, пожалуйста. Сегодня мы собрались, подписываем обращение, так как на нашей стройке практически нет рабочих. Да, мы во вторник были с представителями Москомстроинвеста и застройщиками. Я лично на каждом корпусе считала рабочих. На моем самом огромном корпусе, в 28-29, всего 55 человек. Расстеритесь, составляйте целую дистанцию. Основной тротуарной прохода к другим гражданам. Соответственно, нам даже застройщик говорит, что нет работников, что некому строить. И в связи с тем, что закрыты границы, они не могут привезти... Немножко отойдем в сторону. Они не могут привезти рабочих, чтобы строить наш ЖК. У нас по дорожной карте срок 4 квартал 2021 года. Но мой вот корпус на уровне второго этажа. Огромный корпус, 11 секций, 20 с чем-то этажей. Соответственно, я не знаю, сколько здесь должно быть рабочих строить, чтобы его достроили. И мы вот в связи с этим сегодня собрались. Мы оповестили префектуру. Мы попросили, чтобы нам, ну, как бы обеспечили охрану, все. Но вы видите, да, что, как бы, как полиция к нам тоже относится. Мы пока не нарушаем. Мы все, вот, подписываем обращение. Здесь и по Царицыно-1 по первой очереди. Которые дома, 5 домов сдали, 5 домов сдали. Но лифты там не работают, воды тоже нету, отопление периодами. И, как бы, постоянный футбол. Управляющая компания отправляет нас к застройщику, к застройщику управляющей компании. И мы не можем, ну, никак найти истину, да. Вот во вторник представитель Москомстан-Вест Абдулин Камиль Андреевич сказал, что мы все сдали, лифты передали, идите в управляющую компанию. Управляющая компания, тут же у нас есть видеозапись, идут дольщики. Они говорят, идите к застройщику. Лифты мы не перенимали, ничего не доделано. Диспетчерской связи не подключено. Ну, вообще, как бы, это бесконечный футбол. Поэтому сегодня пришли дольщики из данных домов, пяти корпусов, и Царицына, вот, вторая очередь. Все мы здесь сегодня собрались. Во вторник я, как бы, попросила представителя Москомстан-Веста и застройщика, исполняющего обязанности гендиректора Егора Владимира Николаевича, чтобы он присутствовал. Ну, не знаю, выйдут ли они или нет к нам. Ну, думаю, выйдут, так как они знали. Там мы всех заблаговременно оповестили. Поэтому я сейчас буду раздавать обращения, а вы пообщайтесь еще с кем-то. Да, хорошо, обязательно. Вот это ваши дома, да, которые должны... Нет, это нет, это первая очередь. Это старый, вот, первый, второй корпус туда. А наши там. Вот посмотрите, какие красивые должны были построены быть дома. Люди, конечно, хотели поскорее в них въехать, как было им обещано. Да, и от платформы «Активатика» пришла снимать ваш пикет. Если хотите, расскажите, пожалуйста. Спасибо большое, да, это я вам отправляла. Мы сегодня собрались здесь по итогам уже 2020 года строительства. К сожалению, у нас итоги грустные. 13 миллиардов рублей за два года потрачено. С1-7 корпусов сданы без воды, без нормальной канализации. Она там заполнена бетоном. Без паркингов, кое-где нет воды. В общем, деньги выводятся абсолютно бесчестно и без стеснения, я бы сказала. На «Царицыно-2» за два года не сделано практически ничего. Коркуса 23-25. Окна не установлены, фасады не сделаны, паркинги не сделаны. Ну, то есть работ практически нет. Куда делят 13 миллиардов из бюджета? Мы не знаем, мы требуем отчета, куда были потрачены деньги за два года. Мы требуем привлечь ответственных лиц МОСКОВ «Стройинвеста», которые должны курировать нашу стройку. В общем, мы будем выходить до тех пор, пока нам не сдадут и не отдадут наше жилье, в которое мы вложили свои деньги заработанные. У нас тут люди приходят, пенсионеры, инвалиды, те, кто покупал свое жилье за последние копейки. Многие платят ипотеки, многие остались без жилья, продав свое единственное жилье с целью улучшения условий. Сейчас живут на съемных квартирах. А нас встречают автозаки, менты, полиция. Вместо того, чтобы выдавать нам ключи, нас встречает милиция с автозаками. Это происходит в нашей стране, в России. Расскажите, пожалуйста, при президенте Путине. Расскажите, пожалуйста, как вы стали вообще дольщиком? Почему вы решились здесь купить квартиру когда-то? В каком году это было? В 2014 году у меня трое детей. Я ее купила с целью улучшения жилищных условий, чтобы мои дети могли жить нормально. В ипотеку мы брали. Мы до сих пор выплачиваем ипотеку за несуществующую квартиру. Дети выросли, соответственно. Когда мы покупали, старшим у меня было 7, сейчас ему 14. Он уже на следующий год заканчивает среднюю школу. Но, тем не менее, у него нет ни своей комнаты до сих пор, ни нормальных условий. У меня трое детей живут в комнате с 12 квадратных метров. Вот они там друг на друге пытаются учить уроки, пытаются... Вот это забота нашего государства о людях. А как сейчас они в период пандемии? Они же все учатся в завтра, в пространстве. Да, да. Вот приходится один в туалете, один на кухне, другой в комнате. Вот таким образом выживают. Это у нас забота нашего государства о подрастающем поколении, о молодых семьях. Проблема не решается. Уже много лет они говорят, и проблема не решается. Почему-то наши чиновники не слышат президента Путина, а Путин не видит результатов, Путин не видит результатов деятельности своих чиновников. Нашу стройку, например, курировал нынешний вице-президент Хуснулин. Он обещал нас достроить. В 16-м году обещал. В 16-м. За 4 года ничего практически не сделано. То есть все те дольщики, кто там было заявлено о том, что они получили квартиры, никто еще ничего не получил. Получили там их единицы. И вот все остальные приходят сюда, потому что, ну, потому что мы боремся за свое жилье. Скажите, пожалуйста, сейчас вот ответственным за то, что не достроен, кого вы считаете, прежде всего, ответственным за то, что не происходит, ну, не достраивается жилье? В первую очередь ответственным председателем Москомстроинвеста Анастасии Пятого, потому что под ее надзором выделяются деньги под... И это орган Москомстроинвест, который должен был нашу стройку контролировать. Изначально должен был контролировать ее господин Тимофеев, который сейчас курирует фонд обманутых дольщиков России. И оттуда тоже выводятся, я знаю, ну, безумные деньги просто. Это, понимаете, это карпушка для чиновников. Мне иногда кажется, что они специально создают условия, вот такие проблемы для народа, чтобы делать вид, что они что-то делают. Мы не видим результата. Вот нам нужен результат. Нам не нужны отчеты ежедневной Москомстроинвеста, что у нас там находятся на стройке 5 рабочих, что там что-то делается. Нам нужен результат. За 2 года результата нет. 13 миллиардов выведено, результата нет. При первом состройщике выведено 40 миллиардов с нашей стройки под надзором Москомстроинвеста, который упорно видел, не замечал вообще никаких нарушений, никто ничего не видел. И вот в результате 6 тысяч дольщиков остались без квартир. Скажите, пожалуйста, вот не интересует ли прокуратуру, куда пропадают деньги в таком количестве, на которое можно было уже, наверное, весь квартал застроить домами? Можно было снести все и заново все построить. Прокуратуру почему-то это не интересует. Прокуратура тоже работает на собственный имидж. Она тут приходила ко мне недавно и делала вид, что она проводит прокурорскую проверку. В прокуратуру мы тоже обращались. Не один раз, наверное, с 15-го года дольщики пытались донести до прокуратуры, что существует проблема. В 2017 году дольщики даже завели, при поддержке Следственного комитета, завели уголовное дело на Москомстроинвест, на правительство Москвы. Прокуратура в лице Чайки его закрыла. Они не нашли состава преступления. А скажите, пожалуйста, как реагирует на это мэрия Москвы? Знает ли Собянин, ваш депутат местный? Депутат наш знает. Он ходит с нами на обходы. Он пытался, насколько мы знаем, он встречался с Анастасией Пятовой, которая ему доложила, что у нее все в порядке. Я не знаю, где это потеряное звено. Результаты и деятельности, что докладывают мэру, что докладывают высшему руководству власти. Мы не знаем этого, где это потеряное звено. Но нас почему-то не слышат. У нас стройки по дорожной карте. Вы, наверное, знаете, что вот когда проблема стала такой острой, да, в 17-м году тема обманутых дольщиков звучала, в 18-м году, когда тема стала острой, выпускались дорожные карты по завершению строительства нашего объекта. Вот по нашему объекту дорожная карта... Мне кажется, они специально здесь... Да, они подходят и выпадают, чтобы мешать. А пойдемте подальше отойдем. Да, давайте. Смотрите, сколько людей у каждого. Настоящая беда. Люди лишены дома. Они снимают квартиры, живут в маленьких своих комнатках с большим количеством детей, потому что их уже грабят на протяжении 7 лет. Мы все в рядочек стоим. Мы в рядочек стоим, правильно? Я немножко могу вот отойти. Да, чуть-чуть. Спасибо. У нас вот вчера пришла черная новость умер очередной дочь. Это ужасно, конечно. Который не дождался своего жилья в очередной раз. И это, конечно, происходит... Люди умирают, и то, что они не получают, то, за что заплатили, и то, на что они надеялись, это, конечно, безобразие. Это геноцид. Это против своего народа. Это игра против своего народа. По-другому вот нельзя сказать. Можно сказать, что вот вы нас топчете ногами, вы плюете на нас, вы там пытаетесь всячески нас выжить, а мы пытаемся подъехать по какой-то машине. Это кто-то, кто стройкой занимает? Я не могу сказать, кто это. Смотрите, он проходит на территорию, да, стройки, где идет? А что, здесь парковаться можно? Скажите, пожалуйста. Я не знаю, что это. Вот, смотрите, беременная мать пришла отстаивать свои права. За второй раз. Второй раз беременная? Да, пока стройка идет, уже второй раз беременная. В каком году вы стали дольщиком? В 16-м году. Тогда у вас была еще надежда, что достроен, да? Да, мы планировали ребенка, чтобы в этом ЖК родить. Тут уже первому ребенку больше двух лет. К сожалению, пока вынуждены так же снимать и ждать. В каком вы корпусе? В 31-м. На самом деле, я уже рассказывала дорогим телезрителям, что я сама все время смотрела на этот комплекс и облизывалась. Ну, когда вот только-только. У меня двое детей, как раз младшему было 7 лет, когда начали строить это, я думала, вот классное место. Рядом парк, доступно достаточно по ценам, такой красивый комплекс, там все прекрасно. И, конечно, мне тоже хотелось. Я вот, честно говоря, чудом просто, честно, не вложилась. Что-то вот прям... Вы верите? Мы покупали... Потому что обычно говорят, что дочеки покупают по каким-то сниженным ценам. Это неправда. Неправда, да. Но во вторую очередь, по нормальной смене. Да, вот... Сколько у вас была цена квартиры? Уважаемые граждане! 105 тысяч рублей за квадратный метр. Ну, я так вот... Примерно. Ага, ага. То есть, это был котлован вообще. То есть, я не скажу, что это была низкая цена. Все новостройки в Москве... Ну, вот... А вы каком году вложились? Так... Мы предполагали, что задержат, но мы не думали, что настолько долго. Значит, мы вложились в апреле, и в декабре нам уже обещали, что все будет готово. Ну, тоже ребенок был один. Я тоже помню, вот это вот ключи, вторая очередь, вот это вот все же время. Да, да. Я только... Я тогда открывала, ну, разные сайты, и везде выскакивала реклама Царицына, ЖК Царицына. Просто вот, ну... Да, реклама была очень активная. Реклама у нас... От НДВ недвижимость реклама была. Да, да, да. И мы им через НИК и покупали. И мы почему-то понадеялись, что... Тогда Собянин только пришел к власти, и мы почему-то на него понадеялись, подумали, что он не позволит в Москве... Ну, по нормальным ценам мы брали, по ДДУ, по договору, по федеральному закону, по новому, да? Мы подумали, что это гарантия, раз это по федеральному закону, цены не маленькие и низкие, на первую очередь были намного ниже цены. И вот мы поэтому приняли решение. Да, я помню, тогда было впечатление, что закончилась вот эта волна обманов, что теперь будет застраховано там жилье, что теперь будут, ну, как бы, мониториться, как стройки ведут, что не будут допускаться... и тут новый мэр, закон и все дела. Ну, то есть на него надежда была. Он был в Тюмени, он был очень хорошим мэром в Тюмени. И вот, ну, как бы, авторитет, наверное, власти. Вот мы тут как бы доверились. В каких условиях вы сейчас живете? Мы в однокомнатной квартире вот здесь, в Подмосковье, город Питая. Сколько у вас с детьми или... Двое детей появилось за это время. Ну, то есть был один ребенок, потом второй появился. Вот живем в этой однокомнатной квартире. Конечно, тоже тяжело. Пока в школу не ходит ребенок, но вот в школу уже скоро пойдет. Так что вот, ну, не знаю, что на улице. Как нам, куда нам переезжать, в какую деревню или куда нам, что нам делать? Ну, поражает ситуация, что фактически правительство и вложило деньги в строительство, чтобы оно было закончено. Строит, по-моему, уже компания, которая государственная, да, по сути? Да, МОС-1, это же государственная компания. Они должны... Так что же происходит? Почему недостраивается жилье? Уже 7 лет люди не могут въехать. Ну, только два корпуса построены. Как вы думаете, что происходит вообще? Разворуются деньги? Или это какая-то... Коррупция, конечно. Коррупция. Ну, уже все давно знают, что наше правительство, в лице МКСИ, все туда уводят деньги. Куда они? На Кипр? На Кипр или на каких банках они туда? Ну, воруют. Почему воруют? Я не знаю. Я, наверное, в крови у людей. У меня самой вопрос. Почему вы воруете у своих же граждан? Зачем вы воруете? Зачем? Я не понимаю, зачем воровать. Ну, это даже не... Можно жить, понимаете? Мы же не после Великой Отечественной войны. Мы же живем, у нас... Вокруг нас есть благо, да? Вокруг нас есть инфраструктура, дороги. Ну, можно же в это все вкладывать, развивать свою же страну, свой город. Зачем выводить их за границу, если можно прекрасно здесь жить? Зачем воровать себе? Ну, хорошо, окей, там, коттедж, хорошо. Дача на Кипре, хорошо. Дача в Греции, дальше что? Это же такие суммы, это же там не... Это не дача на Кипре, это же огромные суммы. Я же не знаю, кому они нужны, такие деньги, зачем. Охот на поколение вперед. И смысл, все равно, получается, дети этих людей, которые обворовались, которые наворовались, они где живут? Милиции. Они стараются уехать. А почему бы они создать здесь такое же нормальное место для жизни, с доверием? Ведь потому что за границей, на самом деле, тоже не очень хорошо прям людям, прям живет нашим. Просто интересно, есть ли у этих людей совесть? Потому что сколько людей они оставили, можно сказать, в ужасных условиях. Я думаю, тут даже не совесть и дело, а, знаете, это болезнь. Я думаю, это какая-то мания, это какая-то алчность, какая-то это вот... Это такая болезнь именно вот... Может быть, из-за того, что... Ну, вот, не знаю, были какие-то условия плохие, да, вот раньше, да, раньше. Просто сейчас другое время, сейчас нет необходимости как воровать для себя, потому что сейчас нужно общество создавать. Сейчас нужно благать, наоборот, делиться сейчас нужно. Еще какой-то, так, священник какой-то сказал, принадлежит тебе только то, что ты отдал другим. Поэтому сейчас, конечно, и артисты многие, актеры, и сейчас очень хорошо благотворительность развивается. Сейчас люди стараются, наоборот, помочь другим. А вот эту ситуацию, когда твое заработанное взяли и украли, вот это я вообще не понимаю. Ну, главное, уже украли второй раз, по сути, потому что вы вложили деньги, потом, ну, даже или три раза украли, потому что вложило потом государство, уже не первый раз. Я так понимаю, сначала 7 миллиардов, сейчас уже 13 миллиардов. Я просто смотрела интервью одной из активистки, которая была в, по-моему, в 19-м году. Там она сумму называла 7 миллиардов рублей в половину. Сейчас это уже 13 миллиардов. То есть это фактически двойная стоимость вот этого комплекса. А так из-за того, что уже украдено первый раз первым Печенкин, да, он его зовут, фамилия, кто украл? Я, если честно... Печенкин, который был признан банкротом и, как говорится, растворился в пространстве. Это Пинкевич, почему? Пинкевич. Пинкевич, да. В тюрьме который еще. Пинкевич. А, он в тюрьме все-таки. Его посадили? Он сидел в тюрьме, я не знаю, выпустили. Его кто-то собирался выпустить, не знаю. Давно выпустили его уже. Уже год под домашним арестом. Ну, то есть ни клякты, ни мята, все, пожалуйста. Я думаю, его домашний арест... Это, знаете, это не в нашей однушке сидеть в Подмосковье. Это, скорее всего, в коттедже где-нибудь. Можно и выйти прогуляться на фазенде там, на этой... На гектарах-то на этих... Искупаться, наверное, в реке, в озере в каком-нибудь, и рыбу половить. Я думаю, такого плана арест там. Это не заточение квартир и пляжи. Ну, все-таки, хоть как-то он там поплатился за то, что у вас обокрал. Ну, просто посидел немножко, да? Дело, ведь, не получается... Ну, что, ну, забрали бы все, все, что у него есть. Распродали бы быстро или бы уже сделали бы, да? Нет, нет, ведь дальше воруют. Вот что. Дальше ведь воруют. Ну, и куда дальше? И зачем? Да, вот правильно сказала женщина. Она говорит, такое ощущение, что это специально вот это вот разводится. Ну, специально, чтобы побольше кому-то что-то, да. Кому-то перепадет. Как можно дольше будет идти стройка. Да, это выгодно. Это факт. Ну, вот посмотрите, дорогие, не знаю, нет, недорогие, те, кто ворует. Вот если вы смотрите, посмотрите, сколько людей вы мучаете. Пожалуйста, воруйте поменьше хотя бы. Хоть стройте, стройте, пожалуйста. Вообще, конечно, прекратите воровство. Потому что это... Да, остановитесь. Нужно отдавать людям. Нужно отдавать, нужно делиться. Нужно помогать нуждающимся. Нужно помогать тем, кто болен. Тем, кто смертельно болен. Нужно посписы переправлять деньги. Я не знаю. От этих людей, наверное, стоит этого ожидать не стоит. Просто, чтобы они хотя бы выполнили то, что обещали. Достроили эти дома и, как говорится, отвалились. Это обязательство просто, конечно. Пиятное. Вернуть то, что ты украл. Да. Расскажите, пожалуйста, вашу историю. Я тут вижу молодую. А вы журналист? Я, знаете, я... От себя? Нет. Платформа Активатика. Я не журналист, но я как бы фрилансер. У нас СМИ? Это платформа Активатика информационная. А. Она организована для освещения гражданского сопротивления какого-то и экологической тоже, ну, экологической и гражданской активности, так скажем. Потому что, ну, это не политические же, так скажем, протесты. Это именно гражданское сопротивление. Да. И чтобы у этого, ну, людей, которые обмануты или борются за экологические какие-то, ну, с экологическими проблемами было свое. Слово-право-слово, так скажем. В интернете, да? Место, да. Это у вас, да, она потом? Это платформа Активатика, ее легко найти. И есть сайт ее. И там можно посмотреть карту. Кстати, дорогие зрители, хочу вам напомнить, что у нас есть карта, где по всей стране точки можно поставить свою точку, где у вас есть проблемы. И обратите внимание, живущих рядом граждан. Может быть, вы можете... У нас Коксо-газовый завод рядом. Да, тут... Ну, тут вообще такой район противоречивый. С одной стороны парк, с другой стороны, конечно... Коксо-газовый завод, да, погонек вот этот. Ну, расскажите о себе, почему вы сегодня пришли участвовать в акции? Ну, дело в том, что, прошу прощения, в 15-м году, как купили, буквально там прошло очень мало времени, и стройка встала. Хотя на тот момент, когда мы покупали, здесь была просто бурная деятельность. А когда уже стройка встала, понятно было, что это заглохло надолго. Сейчас менеджерский состав сразу уже сбежался, рабочих не стало. Технику потом постепенно, тех, кто давал в аренду, Скинкевича, они все вывезли. Ну, а потом судебные тяжбы, да, с самим застройщиком. И вот, мы получили то, что получили. Второй застройщик, который уже по решению всех, как говорится, власть имущих и судебных инстанций, да, кому-то была передана застройка, МОС-1, также не торопится это все строить. Вот ребенок уже 5 лет с нами ходит, можно сказать, вырос на стройке, вот, и уже участвовал в митинге, в участиях. Уже не знаем, как еще привлечь к себе внимание. У нас были и детские специальные, не то чтобы выпуски, а такие программы, чтобы обратить власти на себя, на нас лишнее внимания, но власть не слышит нас. Она закрылась, и вот сейчас, пока мы здесь стоим, я подумал, что... Посмотрите, в Москве очень много идет застройки. Устроится все равно Москва. Точесная застройка, как мне говорил Собяне, что ее не будет. Выскох вот это все сам придумал. Точесной застройки не будет. Вот она есть. Строятся колоссальные, шикарные апартаменты, которые не для, как говорится, рабочих граждан, а для власти мучших и иже с ними. И, соответственно, это не окраина, но и не центр. Здесь очень хороший район. А почему мы сейчас не затянули это все дело? Москва один специально затянет, чтобы отдать все это застройщики, которые построили здесь нормальный, живой комплекс. Да, они сносить не будут. Они просто вот на пятачке, который остался, построят шикарнейшие апартаменты. И все здесь благоустроят. На благо у них на это деньги есть. А мы будем стараться. Это все возможно, к сожалению, с нашей властью. Вот, но вот мы сегодня пришли с дочкой, потому что думаю, здесь будут дети, будут средства массовой информации. Мы дали, если не массовой за информацией, обратят внимание, что мы ходим не просто так, как взрослые. Ходим, покричим, кастами постучим и уходим. Мы ходим с детьми, потому что нам негде жить. Мы вложили все, что было. Мы взяли ипотеку. Ребенок растет. Ребенок растет. Мы ипотеку платим. Сколько ни общались мы с банком, банк говорит, мы за вас оплатили застройщику. Идите к нему. А застройщик в тюрьме. Сейчас он уже не в тюрьме, а, как уже было сказано, сидит дома. Но как мы к нему придем? Никак. Получается, мы сидим у разбитого корыта. Сколько вам лет еще платить ипотеку? Ой, нам много. 15 лет нам платить ипотеку. А какая... Расскажи, пожалуйста, сколько тебе было лет, когда все это началось, когда ты мечтала уже переехать? Восемь или девять. Тебе, наверное, родители показывали, какая у тебя будет комната, да? Расскажи, что ты думала. Я думала, что мы будем лучше вместе и будем ходить каждый день в парк гулять. Нам здесь будет хорошо. Видя какие-то здесь дома, уже половину построены, думала, вот так же будет круто здесь, будут новые друзья, ну, вообще будет классно. Но все мечты были развиты, как будто стройка потянулась. Сейчас мы живем как будто в маленькой квартирке, еле-еле помещаемся. А мы, кстати, президенту писали ведь письмо, у меня муж обращался к президенту с официальным письмом. Был какой-то день, когда можно было или... Вот. И, значит, ответ вообще просто шокировал. Просто отмазка. Отмазка пришла из управления делами президента Российской Федерации. Обратитесь, мол, на ступень ниже. Кому мы уже, в принципе, обращались, уже президент, это уже была последняя просто инстанция, уже последняя какая-то надежда. Нет, он просто послал. А тут у нас туда, откуда мы пришли. Ну, футбол. То есть наш президент наш от футбола. Да, да. Ну, здесь просто получает ситуация, когда вот, сколько уже не один раз, дольщики ходили к администрации президента, подавали обращения. И вот однажды, когда мы всей семьей пришли, нас сказали, нам сказали, ну, как там, охрана, администрация, сказал, проходите, вы можете задать свой вопрос. Мы прошли все вместе. Правда, меня только одного приняли. Сказали, что... Я изложил всю ситуацию, но отписка была такая же, что федеральная власть не отвечает за то, что творится на территории субъекта Российской Федерации. Обращайтесь к тому, кто у вас власть имущий в субъекте Российской Федерации. Кто отвечает за это? Да. Ну, Москва, да. Масква, да. Масква, да. А когда мы обращаемся к мэру, наше обращение спускается в МКСИ. А МКСИ сами виновники этого всего. МКСИ являются ворами, по сути, из-за них все это произошло. Структура, которая отвечает за строительство жилья, и не только жилья, на территории Москвы. Но по факту они не отвечают. Сколько раз уже сюда они приезжали. Последнее, что я видел, сюда приехали дольщики. Здесь, я бы сказал, здесь 700 рабочих наших дольщиков ходят. Посчитали по всем корпусам максимум 100 с чем-то человек. Им сказано, бывает там еще на парковке сколько-то, а еще там сколько-то. Ну, набралось 200, а представители МКСИ говорят, нет, здесь все нормально, стройка ведется. И все равно пишут нам, конец следующего года вы получите жилье. Но мы не получим его. Еще даже С1 никак не может сдаться. Сколько там? Построили дом. Все, люди, въезжайте. Куда въезжать? Воды нету. А, воды нету. На, скажем так, ветки водопровода уже поставили спортивную площадку. То есть бюджет дал им деньги, они поставили спортивную площадку, потом ее снесли, опять же раскопали, положили трубу и снова поставили площадку. То есть они сдали дом без воды, да? У них приняли дом? Ну, они все равно сдали. Они говорят, что... Дело в том, что публикация на сайте МКСИ и других сайтах тоже была, что сдаются там такой-то, такой-то, такой-то. Если не ошибаюсь, даже три корпуса, царится на один. Дольщики пишут, как они могут их сдать, если нету станализации, нету воды, нету отопления. Хорошо, там под шумок этот вопрос застройщик стал решать. Потом говорят, идите за ключами. Вот ключи раздают. Люди приходят, они говорят, а какие ключи вы хотите, там еще работы не завершены. Куда вы, там воды нет, этого нет, этого нет, куда вы хотите. Сейчас, может быть, вопрос решился, но это С1. Мы из С2, мы от них тоже зависим, потому что у нас коммуникации от них идут, но если у них такое безобразие, то что говорить о нас? Если год, год застройщик говорил, мы оплатим все проектные работы по коммуникации, даже больше года, чтобы разработали только проектную документацию. МАЭК говорит, мы вам разрабатывать документацию будем год. Целый год, то есть они поставят коробки, хорошо облицуют, хорошо поставят стеклопакеты, а МАЭК еще скажет, у меня не готова документация. Это раз, а во-вторых, дорогие мои, вы оплатите только аванс, 30 процентов, где остальные деньги. А МОС-1 скажет, а денег нету. И тогда что опять без документации, без воды, и ни туда, ни сюда. Поэтому здесь как круговорот в природе. Вот бегаем по кругу. МКС, точнее МОС-1 пеняет на проектировщиков и на поставщиков энергоресурсов, а те говорят, вы сами виноваты, вы не оплачиваете. Те говорят, мы оплатить не можем, нам денег не дали. А МКС говорит, деньги вам выделены. Вот, и причем они не то, чтобы лицом друг друга говорят об этом, они говорят нам, дольщикам. То есть мы сначала приходим к одним, они говорят, у нас денег нет. Мы идем туда, кричим, требуем, как денег нет. Деньги дали. Мы идем опять к ним. Ну это такой юмор канал. Деньги у нас есть, только вот проектировщики у нас все это, барахляк. Пишем письмо проектировщику, они, точнее, МАЭКу туда-сюда, они говорят, так, мы готовы, только заплатите, так мы будем делать, вам без оплаты. И вот, спустя вот этой вот беготни, то и да, мы оплатили на 30%. Те говорят, да, хорошо, мы приступаем к работе. Когда они все это сделают, неизвестно. Ждем. Как говорится, русский народ всегда ждет и терпит. Не знаю, только на сколько нахуй теперь не хочется. Слушайте, это очень грустно, честно говоря. Прям обидно, честно, ну, ужасная ситуация. Обидно другое, что все люди, покупая, думают, что здесь вырастут их дети, внуки. Да, я понимаю, да. И каждый год, каждый год, статистика, невеление такая, что люди, которые покупали, в основном это родители, чисто детей, да, родители пенсионеры, они умирают. Пойдем потихоньку. Я уже ничего не жду, я вот таким молодым девушкам надо учить английский и валить просто в руки, ноги. Или немецкий. Потому что, да, пока вот эта смена произойдет, власти на нормальную, тогда можно возвращаться. А сейчас пока вот, пока, к сожалению, старые не умрут. Да, вот был период же, когда у нас у всех был какой-то подъем настроения. Мы думали, наверное, в начале, ну, где-то в 2005-м, может, году, что типа все улучшается, улучшается. А сейчас, ну, вот не посмотри, сплошная безнадега, да. Никакой надежды добиться правды. Вот что очень обидно. Пожалуйста, очень хочется, чтобы хоть где-то было справедливо, добро, побеждало. Чтобы какая-то хотя бы надежда была у людей оставаться здесь, в этой стране, не уезжать, не эмигрировать. Смотрите, вот недостроены эти дома, которые должны были давно быть сданы. Там должны были жить эти люди. Вот средний наш корпус, вот там угловая квартира. Насколько я знаю, дома не могут стоять долго так, вот действительно недостроены, они начинают разрушаться, если их, ну, они без отопления стоят. У нас климат не очень много, наверное, там плесневый грибок какой-то может быть, что-то такое завезет. Ну, как-то, бетон простоит-то, конечно. Ну, сейчас не будет бетоном, да, но все равно, конечно, ничего хорошего прям. А куда нам идти-то, что? А вот это вот, это парковки, да, вот я так понимаю, или нет? Вот это вот с лесами рядом. Честно, да, я не знаю. Что это? Потому что я... А, это какое-то жилье... Ага. Нам предлагали вот здесь вот купить квартиру, вот в этом, вот в этом недостроении, вот в этих вот. Это апартаменты. А фишка в том, что апартаменты, они по федеральному закону не проходят. Ага. Вот. А еще фишка, у меня есть знакомые, которые купили вот здесь вот, на первом этаже промышленного назначения. Они купили под магазин. Ага. Вот. Огромные суммы, конечно, у них это бизнесмены, они очень обеспечены. Ну, вот развивая бизнес, купил здесь на первом этаже, хотел открыть. И у них проблема вообще, проблема в том, что все, у них, если наши по федеральному закону проходят, а вот эти вот апартаменты и промышленного назначения, они не проходят по закону, и перепадет, ну, то есть, если им что-то отдадут, это будет очень мизер. То есть, если они, например, вложили миллиард рублей, они там получат, там, сколько-то миллионов, ну, возможно. То есть, там, получается, распродажа идет, и потом все это в пропорции делится. Распродажа имущества, а имущества, я так понимаю, уже нету такого. В общем, там не те суммы, они лишены, по сути. Ну, их вообще конкретно обокрали. Просто взяли деньги и украли. И они сейчас, если у нас хотя бы надежда есть к пенсии что-то получить, то, ну, к пенсии, я думаю, получим, да, что-то. Я надеюсь на то, чтобы действительно у нас все получится, и сейчас возьмут, достроят, возьмутся. На самом деле, вот, что сказал прораб? Это мой муж общался с прорабом. Он сказал, тут работа на три месяца. Вот, такой вот работа, если все организовано будет, да? Вот, но пока, раз этого не происходит, значит, просто ничего не делаем. Ну, как вот уже... Как называется фирма? МОЗ Строй Инвест, да? Номер один? МОЗ Строй Инвест... Имейте гордость строительную свою. Вот, кстати говоря, у нас в Подмосковье тоже там стройка была. И ее достраивать стали эти олигархи-ротенберги. И вот у них прям пошло, они очень быстро все делают. Прям вот быстро все, вот, и повезло, понимаете? Вот правильный застройщик пришел туда. Да, у нас почему-то вот доверили городской службе, да? Городской строительной фирме. Ну, как бы понятно, что вроде больше доверия должно быть. Но частники быстрее делают. Не знаю почему. Вот олигархи быстрее достраивают, чем фирма, огромная фирма, у которой есть и поставщики, и все, и все налажено там, что-то. И это городская все-таки фирма, это муниципальная, так скажем, да? Вот почему-то вот власть нас подводит. Смотрите, как много людей, все растянуйте. Я вам сейчас покажу, сколько людей вышло. Я вот даже не вижу конца очереди. Я постараюсь пройти и все посмотреть. Вот посмотрите, как много людей пришло. Сегодня, чтобы еще раз показать, что они ждут, когда достроят их дома. Напомню, что почти 7 тысяч человек выкупили жилье. Да, нет, 6 тысяч человек. Из них только 250 уже получили квартиры, но у них в домах все равно нет воды. Ну, да, все не сдают, на самом деле. И в этих домах еще жить нельзя, но хотя бы у них есть надежда въехать. Да, если люди, у них нет надежды. Но пока что, да? На самом деле, мы только что услышали, что 3 месяца, если приложить усилия, за 3 месяца можно достроить этот недострой, который длится уже 7 лет. Но, ну что, только надо желание, да? Немножко совести, чтобы эту стройку наконец завершить. Люди могли въехать, дети могли пойти в школу уже рядом с домом, не ездить, не ютиться в маленьких съемных квартирках. Вот все эти люди, у всех у них семьи, детки. Они все мечтали, что въедут в квартиры свои собственные. Смотрите, как много людей. Вот вы пришли сегодня сюда с детьми. Расскажите, пожалуйста, свою историю. Я от платформы Активатика, это гражданская активность. Она освещает гражданскую активность и экологическую. У меня такая же история, как и у всех. В 2014 году купили квартиру. И вот ждем. Вот ребенок уже за это время родился. Смотрите, вот ребенок. Родился. Привет. Пока ждем квартиру. Вот вырос ребенок. Было пять лет, теперь ему одиннадцать лет. Все ждем. Шесть лет. И вот я жду, не знаю, доживу или нет. С таким коронавирусом. В пенсионном возрасте жду квартиру. Дети вынуждены снимать квартиру, чтобы жить где-то. Сколько комнатная у вас должна была быть квартира? Ну комнатная. Так что, не знаю, дождусь, не дождусь. Спасибо нашему государству. За такое внимание, за такое взбиралости. Просто без совести, без чести, безо всего. Это как надо не любить свой народ, чтобы вот так вот дурачить, вытаскивать деньги из кармана. Вот еще один обманутый дочек, смотрите. Тоже дочек, наверное, родился. Расскажите, пожалуйста, про вашу, ну, про вашу ситуацию, про вашего тоже обманутого дочеку, вот этого. Ну, покупали квартиру, еще обманутого дочеку не было в планах. Купили квартиру, молодая семья купили. Ну, в итоге уже дочка родилась, а в штору в школу пойдем. А квартиры даже этажа нет построенного. Ждем, обещаем, кушаем завтраки от нашего государства, везде пишем, а результата нет. Очень хочется уже все-таки заниматься ремонтом, а не писаниной. Где вы сейчас живете, как вы, ну, выходите из ситуации, что вы, ну, вы как-то вкладываете, имея возможность платить, у вас ипотека или как вы вообще? Мы эту квартиру покупали с ипотекой, ну, выкрутились, смогли купить другую квартиру. Но все равно, получается, деньги вложены, деньги потеряны, и, как бы, хочется все-таки деньги вернуть, иметь свой актив построенный. А почему вы выбрали именно это жилье? И когда вы покупали, почему вы доверились? Ну, то есть у вас... Мы доверились, потому что у нас друзья купили в Цариксе на одну квартиру и успели в тот момент заехать в свою квартиру. Не только закон. По 214-му закону строили. Да, то есть, да, верили, и реклама такая была. Государство держит, как бы, если есть закон, то он должен соблюдаться. Поэтому и доверились. Исходя из этих факторов, решили, что, значит, все хорошо должно быть. Купили квартиру, но... Только в гости ходим и не к себе. А вы где-то здесь поблизости, да, в этом районе снимаете? Нет, мы живем на другом конце Москвы. Понятно. Очень вам сочувствую. Я думаю, здесь все? В таком, да. В таком, да. Кто-то чуть хуже, кто-то чуть лучше, поэтому... У всех одна боль, одна беда. О-о-о-о! Вот там вдали люди кидают туалет в бумагу. Давайте пойдем посмотрим, что там происходит. Ну, это такие, как сказать, последние попытки, ну, не знаю, как бы, показать, насколько люди в отчаянии, показать, как они устали от этого бесконечной стройки. Люди решили закидать стройку туалетной бумагой. Достойте жига царитину! Достойте жига царитину! Достроите жига царитину! Хватит нас обманывать! Хватит наши деньги воровать! Достроите жига царитину! Достроите жига царитину! Расскажите, пожалуйста, как вы стали дольщиком? Вы себе покупали квартиру или вы своим детям покупали квартиру? Мы покупали с сыном, должны были разъехаться. А в результате так получилось, что сын живет уже на квартире три года. Уже, как говорится, вместе невозможно. Поэтому ждем-ждем. Уже терпения нет, мне уже за 65. А сколько можно терпеть? Уже жизни осталось-то чуть-чуть. Надо же в конце концов какие-то меры принимать. Люди вон с детьми, с маленькими. Некоторые старики уже умерли. Но это же нельзя так относиться. Где Путин? Он что это не видит? Он же это все прекрасно видит. Собянин. Почему не могут принять какие-то конкретные меры? Это просто безобразие творится. Просто безобразие. Разворовали всю страну. Вот так вот я хочу сказать. Миллиарды себе особняки строить, а достроить жилье, у которых, может, одно единственное продали какие-то свои маленькие квартиры. Хотели чуть-чуть улучшить свои жилищные условия. И в результате получается, что люди сейчас живут на квартирах, бедствуют. Мало того, что пандемия. Детей кормить не на что. Старики еле-еле перебиваются. Но надо же в конце концов принимать какие-то меры. Где наше государство? Самая богатая страна. А пенсионеры самые нищие. Самые нищие. В каком году вы стали дольщиком? В 16-м. Тогда у вас все, ну, как была надежда, что... Почему вы решили, что все будет нормально? Я потому что пришла, когда вот это все строилось, краны работали, все. Я думаю, надо же, думаю, как хорошо. Обрадовалась, все. И вот уже сколько лет ждем, и никак не можем дождаться этой квартиры. Понимаете? Я вот должна была переехать в эту маленькую... У меня там площади нету. Я должна была переехать в свою 39 квадратных метров. Думаю, пусть дети уже живут отдельно. Сейчас же молодежь, они не хотят вместе жить. Понятное дело. У всех свои семьи, свои дети. В одной квартире находиться это тяжело. И в результате, получается, все сидим в одной квартире и все чего-то ждем. Ну, это ладно. Как говорится, у нас еще есть жилье. А есть ведь люди по квартирам скитаются, с детьми, с маленькими. Безобразие полнейшее. Я удивляюсь просто. Где наш Путин и куда он вообще смотрит? Его выбирали, за него голосовали, а он ничего, не чешется даже. А Собянин взял на себя это обязательство? Взял. А почему не контролирует? Почему не смотрит, как стройка ведется? Вот сейчас мы стояли с той стороны, наблюдали свой корпус. Ничего, тишина. Только начали снимать, тут же начали... Обратите внимание, действительно, ни подъемных кранов, ничего нет. Вообще, ни людей, ни того. Ничего не происходит. 7,5 миллиардов выделено на строительство первой очереди. 15 октября, с грехом пополам, наконец, за два года, МОЗ-отдел строй, надежный застройщик от города, достроил эти корпуса 15 октября. Но введены они без лифтов, без горячего водоснабжения и в некоторых корпусах нет отопления. Соответственно, граждане, в первой очереди, не могут пользоваться своими квартирами. С учетом того, что даже те, кто оплатил отделку, не получили ее и дома сдаются без отделки, Приступить к ремонту без лифтов и водоснабжения невозможно. В утверждение своих слов могу показать акт осмотра моей квартиры, которая располагается на 10 этаже. Обратите внимание внизу на неисправности. Просьба устранить недостатки. Дом сдаст бед эксплуатирующих, введенных в эксплуатацию лифтов и без водоснабжения. В подтверждение своих слов могу показать выдержку из адресной инвестиционной программы, чтобы было понятно, что 7,5 миллиардов выделено на достройку, в первой очереди, Царицыно, что превышает смету на дострой в три раза. И в подтверждение своих слов могу предъявить заключение МОЗ-госэкспертизы, которая находится в 10-й следственной части МВД Российской Федерации, где черным по белому обозначено, сколько звонировалось выделено и сколько выделено денежных средств. Очень рассчитываем, что счетная палата и Нагатинская прокуратура разберутся в данной ситуации, а дольщики в первой очереди, наконец, смогут начать делать ремонт квартирах, которые они ждут с 2012 года. В 2014 году, напоминаю, эти корпуса были практически на 80% завершены прежним застройщиком. Спасибо. То есть 6 лет уже, да, они могут сдать жилье? 6-8 лет. Они были построены в 2014 году. Обещали, что сдадут в 2014, да? Ключи должны были в 2014 получить? В 2014 году должны были получить ключи. Прежний застройщик МКХ вывел денежные средства дольщиков в офшоры. Дольщики сами провели расследование, получили все платежные поручения, все свидетельства того, как он это делал, через договоры займов. Деньги переводились из МКХ в его же компанию Настюша и потом в офшоры. Причем бенефициаром всех трех организаций был господин Кенкин. Затем в 2018 году было принято решение достраивания корпусов за счет бюджета города. Было выделено 7,5 миллиардов на первую очередь и 9,4 миллиарда на вторую очередь, которую вы видите. В завершении мы имеем то, что имеем. На бумаге корпуса первой очереди сданы, но пользоваться невозможно. Застройщик заявляет, что я не включу лифты, пока вы все не сделаете ремонт. Вот какая дикость. А как мы начнем делать ремонт и без лифтов. Ну а на вторую очередь вы сами видите, что происходит. Тишина. Хочется сказать об особой роли контролирующего органа в данной ситуации. По мнению обманутых дольщиков, этот орган вуалировал и маскировал преступления, которые производились сначала старым застройщикам, а затем новым застройщикам. Выражалось это в том, что он как структурное подразделение, пользуясь служебным положением, пользуясь тем, что как контролирующий орган он мог себе позволить, он собирал собрания участников дыревого строительства, где вводил участников дыревого строительства в заблуждение по поводу объемов работ, по поводу количества рабочих настройки, по поводу качества производимых работ. Тем самым этот контролирующий орган обеспечивал продолжение преступлений сначала прежним застройщикам МКХ, который вывел деньги дольщиков в офшоры, а затем преступлением МОЗ-отдел строя, который в настоящее время, мы подозреваем, участвует в хищении огромных бюджетных средств города. Какая у вас ситуация вообще с вашей семьей? Я хочу сказать, что МОЗ-отдел строй уже этот контролирующий орган был привлечен к уголовной ответственности Следственным комитетом Бастрыкиным Александром Ивановичем. И мы надеемся, что наконец сейчас Генеральная прокуратура и Счетная палата поднимут материалы этого дела. Там в 33 томах они найдут много интересного. Насчет моей семьи я не хотела бы комментировать данную ситуацию из-за уважения к тем, кого уже на этом свете нет. Да вы что? Это огромная трагедия не только для меня, но и для многих дольщиков, которые потеряли членов семей, которые получили серьезнейшие заболевания, практически жизнь их разрушена. И мне очень бы хотелось, чтобы Счетная палата и прокуратура помнили об этом, что права людей надо уважать, их планы на жизнь нужно уважать. То есть по сути, если была бы у нас нормальная судебная система, то вы должны были бы требовать не только достройки, но и компенсации ущерба морального. Полноценный контроль. В Москомстроинвесты есть тот контролирующий орган. У него в штате было 108 человек и ни одного аудитора. Как он осуществлял контроль? Ответьте мне на этот вопрос. Как он осуществлял контроль без аудиторов? И он и сейчас осуществляет контроль, в кавычках, борцы за права Монтендольщика. Если бы была введена уголовная ответственность, этого Тимофеева Константина Петровича, Венчарова, Пятовой, Абдулина, мы бы не стояли вот так вот и не смотрели бы на плачевное состояние строительства наших домов. Правильно я поняла, что сумма, которая полностью была выделена на все, это в районе 15 миллиардов, да? 7,5 миллиардов первая очередь. И 9. И 9,4 миллиарда вторая очередь. 6 с чем-то, да, да, понятно. Более чем достаточно, чтобы качественно вести корпуса. Еще раз посмотрите. А сколько лет они вот в таком состоянии стоят, вот эти вот корпуса? Вот так вот недостроены. Начиналось строительство в 13-14 годах. И они уже были в таком состоянии, да, или нет? Да, точно в таком. То есть, понимаете, 9,5 миллиардов, они просто исчезли. Вот. Спасибо вам большое. Я вот смотрела ваше интервью, которое вы давали в 18-м году. Что-то изменилось или... Ну, у меня большой путь проделан. Я, собственно говоря, и просудилась, и получила все эти документы. Начиная с 15-го года, мы видим о борьбе судебной инстанции. Вот. Сначала это был Мечанский суд. Два года слилась расследования. Получила я активность из целых счетов в евро, в долларах, как Пенкевич выводил деньги. Свою компанию Гродо Акротрейн, которая располагается на Кипре. Затем мы обратились в открытие на следственный комитет, чтобы он разобрался в контролирующих, в комочках, органам. И он возбудил уголовное дело. Ну, вот сейчас у меня, видите, продолжается борьба, потому что так не кстати моя квартира на 10-м этаже. И бригада отказывается. Ну, конечно, как же можно на 10-й этаж без лифтов таскать вещи. Потому что таких вот желающих доставить двери не находятся просто. Поэтому я смотрю на господина Егорова, надежного застройщика от города, и удивляюсь, как он может давать прилюдно под камеры такие заявления, что я включу лифты, когда вы сделаете ремонт, чтобы их не повредить. Это дикость какая-то. Дикость. А если вам не сложно, вы можете это видео, если есть, как он это говорит, скинуть на платформу Активатика, чтобы мы тоже могли его выводить? Да, с удовольствием. Вы мне оставите контакт, и я вам скину замечательное видео с его словами, чтобы это не было голословно. А также мы ходили с обращением в управляющую компанию, в сети Лидер, которая располагается вот буквально рядышком, напротив универсама. Но письменное обращение отказывается управляющая компания принимать и говорит о том, что обращайтесь к МОЗ «Отдел строя». Потому что огромное количество недоделок в данных корпусах, и принимать они в дом не будут до тех пор, пока МОЗ «Отдел строя» не устранит все эти замечания. Видите, борьба продолжается. Сегодняшняя акция, она на что направлена? То есть есть какая-то надежда, что вы будете услышаны не только такими же, как вы, людьми во всей стране, но и теми, от кого это зависит? Ну, мне хочется сказать людям, которые находятся в такой же ситуации, а вообще по Москве 35 недостроенных объектов при вот таком вот контроле МОЗ «Комстроинвест», 35 недостроев, только один наш недострой, это 15 корпусов. Вы можете себе вообразить, сколько денег украдено? Мне хочется сказать, люди, боритесь за свои права. Боритесь за свои права. Боритесь за свои честно заработанные деньги. Отстаивайте свои права. Посмотрите на нас. Да, все-таки, своими, потратив 7 лет, мы продвинулись в своем процессе. Корпуса сдадены. Сейчас остается получить лифты, дожать горячее водоснабжение. Но эти корпуса, видите, введены в эксплуатацию. Поэтому нельзя складывать руки, но нужно бороться всеми доступными методами за свои права. Всеми доступными методами. Не сидеть, сложа руки, а вы ничего не добьете. Да. Вы такой молодец. Благодаря быть вашей позиции и все другие не опускают руки. Да, вот как бы... Ну, а что делать? Что делать? Что делать? Сейчас вот что планируется дальше? Вы не знаете, как будет проходить дальше акция протеста? Ну, в смысле, или требования, вернее, того, чтобы корпуса были достроены. Вы просто поставили подписи под обращением в прокуратуру, в следственный комитет. А, вы обращаетесь его в прокуратуру, да, сейчас? В прокуратуру, в следственный комитет, в Совет Федерации мы обращаемся. Вы видите, что граждане исключительно мирными средствами все еще продолжают обращаться к государству нашему, чтобы оно помогло им получить жилье, за которое они заплатили свои честно заработанные деньги. Да, так, это и так именно и есть. Денежки выделили, но их, так сказать, не применили. Давным-то уже достроили в 20 раз уже, и люди удовлетворились в потребности. А вот так вот всем нервы трепать, и у всех уже планы на жизнь уже в 20 раз поменялись, дети выросли, кто-то просто не дождался. Ну, совесть надо иметь, конечно. Деньги выделили, некому их контролировать, контролировать. Откровенно, все украли. Спасибо, конечно, что выделили, но куда эти деньги делись, непонятно. Совести вообще нет. Да, потрясающе, что вы смогли добиться выделения средств от города, но их украли. Ну, просто, да, то есть деньги есть, но их как бы нет. Но их уже нет, их уже освоили, их уже нет. Настроить не на что, да. И вот мы ходим, вот этим занимаются все взрослые люди, да, вот мерзнем, ходим, ну, занимаемся тем, что просим за свое, что просим за наши, за плачь, не чужое. Спасибо. Спасибо, вот собираем обращение. Спасибо. Пожалуйста. Уважаемые зрители платформы Активатика, посмотрите, какой пример стойкости показывают обманутые дольщики ЖК Царицына. Как мы с вами увидели, все они, ну, у них жизнь целая прошла, у них родились дети. Государство выделяло им деньги, ну, в смысле, московское правительство выделяло им деньги для достраивания их домов. Это потрясающе, на самом деле, что у них удалось этого добиться, но корпуса все равно не достроили. Кто выделил, ну, не знаю, в общем, короче, кто-то эти деньги украл, потому что по-другому нельзя объяснить их пропажу. Вот. Вот вы, посмотрите, никакой стройки не ведется. Да, сегодня суббота, можно сказать, но вообще стройки не прекращаются обычно, вот по выходным дням. Они продолжаются, особенно в такой ситуации, когда люди уже 7 лет не могут получить свое жилье. По 6, по 7, по 5 лет люди ждут квартиры. Деньги были украдены трижды. Поддерживаете ли вы создание настоящей всероссийской народной партии? Ура! Прямо здесь? Ну, конечно, ну нельзя, ну что вы, мы здесь всегда, ну так себя вести нельзя, я считаю. Хочешь ходить? Да ничего. Разве можно, если мы приходим, вышел к нам человек пообщаться? Нет, они все испортят. Что я общаюсь, я общаюсь. Понимаете ли вы, что сейчас происходит? Кто выступает? Еще непонятно. Егор ушел. Я правильно и говорю, что надо было не сгонять человека, а просто, ну если бы цель была другая. Ну, с другой стороны, у человека накипело, раз он задержать даже себя не может. Ну, что, наверное, вы люди... Нет, ну сейчас верные срывы, безусловно, они... То есть я просто только что подошла, подходил за стройку, ну, человек, отвечающий за стройку, да? Вы пытались с ним поговорить, но что-то и пошло не так. Расскажите, пожалуйста, что случилось? Мы не понимаем, что там происходит. Второму женщину призывают создать партию народную. Нет, это бесполезно. Какую-то партию. Какая партия? Она стыдила его. Она стыдила его, что слово не держит. Пускай разберутся с сетями. Что с сетями? Вопрос основной. Почему нас подключают на времянку, почему не выделили основные сети? Вот и все. Первый вопрос. Какие партии? Какая политика? Вообще здесь не связана ни с чем. Ну, политика тоже имеет к этому отношение. В смысле, политика все равно в этом всем завязана. Но вы скажите, пожалуйста, вы вот в этих корпусах недостроены? Вот мой, 25-й. Вот, посмотрите. А вот скажите, сейчас, я так понимаю, что проходил человек, который отвечал за застройку, вы пытались с ним поговорить, но не получилось с ним поговорить, да? Я не знаю сейчас, кто с ним пытался поговорить, но какой-то человек очень неадекватно себя повел, какие-то нецензурные маты, брани, так не должно быть. Они тоже должны принимать вот эти эмоции, чтобы сердиться. Это не просто так. И не психовать, и более не посылать куда-то, а спокойно объяснить. Как ведут себя люди, которые в чем-то виноваты? То есть он ругался и матерился, вот этот человек ответственный за что-то? Да, нет, не город другой. Мы не знаем, кто с ним еще был. И ушли и укропнули дверью. А в каком году вы стали дольщиком? В 2013-м. Должны были сдать в 2015-м году. Так пока что еще и не сдали. Вот до сих пор. Постоянно какие-то проблемы. Мост 1-строй постоянно обещает, что они все сделают, но по факту мы видим, что дом стоит. Но основная проблема – это сети. Нет, они еще говорят все время, сами сроки назначают и сами срывают. И людей нет. Вот это непонятно. Почему? Строитель не платил зарплату. Никто бесплатно работать не будет. То есть они вот с этим разбираются. Но они нас не говорят, почему они так делают. И мы чувствуем себя еще раз обманутыми. Беспонечная. Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Сейчас попробую посмотреть, что же там такое происходит в голубине, в голуби. Что же там женщина такое говорит про партию. В любом случае, если они помогут людям, это хорошо. Хотим попросить, чтобы все приняли участие. Люди, пожалуйста. Мы хотим, чтобы наши дети получили достойное образование в своем собственном микрорайоне, в жилом комплексе. Они скитались за полчаса, значит, за час до соседних микрорайонов. Требуют, за стройки нашего жилого комплекса, они требуют школы с садиками. Требуем! 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 Достройте ЖК Царицыно! Достройте ЖК Царицыно! Дайте людям нормальную жизнь! Достройте школы и садики! Извините, пожалуйста, можно... Пойдем на площадку, дети устали. Ой, а вот все, тоже обманутые дольщики. Обманутые жильцы! Нету школы и садиков! Дома ездят в микрорайон Нагатина. В соседний район ездим, тратим каждый день на дорогу почти час. Ребенок устал, здесь негде учиться. Школы Бирюлева переполнены. Сколько лет было ребенку, когда вы... Ребенку было три года. Сейчас ребенок ходит в третий класс. Годы ожидания. А вы уже получили квартиру, но нет школы, да? Да. Я правильно понимаю, да? Квартиру получили вот только-только. Ждали шесть лет. Кошмар. Скажите, пожалуйста, я вот не услышала, что там про партию вы говорили, что-то такое... Меня вообще зовут Альмира Сарсеева, я являюсь координатором всероссийского движения обманутых дольщиков. Очень приятно. Очень приятно. На самом деле нам создать свою партию надо было давно, когда мы объединились еще в 15-16 году по всей стране. Но в силу, понятно, да, причин того, что люди... Мы как бы простые, а такая деятельность, она требует, конечно же, огромного времени. Мало того, что нам надо бороться за права свои, да, за просто элементарно въехать в первичные потребности крыши над головой. Ну, собственно, этим как бы мы... Ну, как бы над этим не думали. Но в данный момент, видя, какие шлепаются, стопаются законы, как работает бешеный принтер, извините, это просто, собственно, вопрос выживания. Вопрос просто отстаивания своих элементарных прав, элементарных потребностей. И вот сегодня зародилась вот такая идея среди людей, потому что это сейчас актуально. И, извините, каждый второй неизвестный актер, каждый второй там, даже пусть если известный, им наплевать на вот простых граждан, как мы, которые живут вот в окраинах городов, в других регионах. Извините, вот вы все знаете, что творится у нас, да, вот. И у нас есть взаимосвязь вот с такими же простыми гражданами в стране. И я надеюсь, мы надеемся все, что, скорее всего, мы отклик найдем, и, возможно, даже эта идея действительно реализуется. Вот обратите внимание, зрители платформы «Активатика», платформа «Активатика» — это платформа, которая была создана для того, чтобы освещать всю гражданскую активность, экологическую активность на территории Российской Федерации. И есть такая там карта, где есть точки тоже, вот можно ее изучать, чтобы знать, где происходит какое событие. Мы все следим, мы следим за всеми протестами, активностями в нашей стране. Мы все граждане следили за тем, что происходит в Архангельске, извините, да, когда люди отстаивали свою родную землю, чистоту своей земли. Мы следили за Куштау, который люди оберегали практически живой цепью. Ну, потому что это земля, потом на которой ничего у людей не вырастет. Мы следим за протестами, которые происходят на юге. Вот в Дагестане люди, да, там просто элементарно... Я сама с Дагестана, я была душой и сердцем со всеми своими земляками. Мы следим, естественно, за всеми протестами, которые происходят вообще в мире, простых людей, которые борются за свои права в соседних регионах, везде. И вообще мир движется только на активности людей. Мир, все, что созидательно в этом мире, создается только благодаря активным людям. Если бы не было вот такой активности, извините, мы бы до сих пор жили в пещерах. Расскажите, пожалуйста, как людям, которые поддерживают вас или хотят узнать больше о вас, вас найти, так скажем? Меня можно найти в социальных сетях, так и у меня есть официальный профиль Альмира Сарсеева. Я там периодически выкладываю все какие-то новости. Вот это вот партия, то, что вы думаете организовать, да? Ну, я думаю, что у нас в нашем жилом комплекте есть много юристов и активистов, которые нам всегда помогали. Я думаю, что ребята нам подскажут, что делать. Конечно же, официально так в социальных сетях это публичное место. Мы сегодня объявим от лица нашего жилого комплекса, естественно, эту же новость от лица нашего царица, от себя, анонсирую и я на своей официальной странице. Как я уже сказала, меня знают как публичное лицо, именно как представителя обманутых дольщиков страны. Все именно обманутые дольщики страны, это все регионы, это Краснодарский край, это Подмосковье, это все регионы. Это Ленинградская область, Ленинградская область. Я постоянно получаю от людей письма. Я от имени этих людей пишу письма также депутатам, которых я знаю. Я являюсь также и членом рабочих групп в Государственной Думе по защите прав обманутых дольщиков, граждан. И как член рабочих групп я постоянно прошу и пишу письма, передаю какие-то законопроекты в защиту граждан, участников долевого строительства для изменения в законодательстве в положительную сторону для обманутых граждан. Вот в данный момент стоит острая проблема по изменению в законодательстве, по получению своих помещений, например, которые являются нежилыми. То есть это какие-то магазины, которые физические люди, граждане скупали. Это примерно таких же площадей, как квартиры 50, максимум 100. Это те люди, которые должны были бы нам обеспечить инфраструктуру. Извините, магазины вокруг, да, кружки какие-то, чтобы дети ходили. Парикмахерские, как бы, чтобы просто элементарно пойти постричься. Сейчас мы, вот конкретно в моем доме, да, вот пустуют эти помещения, потому что это теперь является спорным объектом. То есть люди, купившие за свои собственные деньги, граждане не могут получить эти квартиры. Законодатели получения таких помещений ограничили семью квадратами. Семью квадратами, извините, какой магазин может в семи квадратах помещаться, в нежилое помещение. Это только вклад там. Это мы разогнали всех инвесторов, да, с других стран, как бы, да. Теперь мы разгоняем инвесторов внутри страны. И вот так мы гробим свою экономику. Господа, так экономика работать не будет. Так экономика в стране подниматься не будет. Если мы не будем, мы с одной стороны, со всех телеэкранов пропагандируем, вкладывайте в жилое строительство, в жилищное строительство. Одной рукой забираем, другой отбираем, да. Соответственно, люди обманывают, как мы собираемся вот так вот потом выплывать из той ситуации, когда все люди обманутся, и потом некого будет обманывать, и дальше как-то делать так, чтобы вообще экономика жила. Все взаимосвязано, есть причины, есть следствия. И вот эти все вопросы мы поднимали, поднимаем и будем поднимать. Потому что нам жить в этой стране. Потому что нам жить в этой стране, все они своих детей отправили, я всегда говорю, вы своих детей всегда туда отправили. Все награбленное имущество тоже туда вывели. Ваши дети получают там достойное образование на разворованные деньги. Живут во дворцах, купленных на разворованные деньги у граждан. А нам тут что делать? Нам вы оставляете выбор только вскатываться, как я говорю, в пещерное состояние. Нет, так не пойдет. Мы себя уважаем, мы себя считаем достойными, цивилизованными людьми. Мы считаем себя частью цивилизованного общества, европейского общества. И мы хотим таких же стандартов в своей жизни. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Спасибо. Обратите внимание, что людей вынуждают заниматься политикой. Потому что другого пути у них нет. И гражданская активность растет с каждым днем в стране. Потому что надежды на справедливость, людей нет. Мы приходите ее добиваться. Идя, создавая партии, идя в политику, выходя на митинги. Я хочу еще раз обратить внимание всех зрителей платформы Активатика, что мы были с вами в красивейшем районе Москвы. Это Царицыно. Тут потрясающий парк рядом. Люди, которые в 2012 году, 6 лет назад, продав свои квартиры, взяв ипотеки, Купили здесь свои... Я ухожу, потому что у меня заканчивается батарея. А что-то еще будет происходить? Да вот сейчас же Егоров выходил. А сейчас придет, да? Обещает. Ушел уже. А, ушел уже? Или ушел один? Ушел. Сейчас я подходила, и он уже ушел. Да, там начали ругаться. Сейчас я попробую подзарядиться. Смысл в том, что если есть подзарядка, да, там одна женщина, она уже, она тут, меня тут не было летом, летом, они все то же самое говорят, вот то же самое, что они нам говорили летом, они говорят сейчас то же самое, что выбор подрядчика, тендер, и от меня-то они зависим, в общем. И сейчас уже опять обещают, ну они обещали в Активе все будет, сейчас они обещают, будет все в марте. Да, два месяца назад, ну там на угол, тогда к нам выходили. Да, да. Он приехал, так, долго, два месяца назад, это только 21 сентября. А потом приступить к тендер на внутренней работе, он говорит, что в фирме все это происходит. Сказал, внутри делаю, но внутри же ничего не нужно. Вы можете мне подержать ее штуку? Давайте, давайте. Я воткну. Давайте, давайте. Просто самое главное, нужно факт зафиксировать того, что то, что было обещано, оно не сделано до сих пор. Пойдемте туда в толпу. Надеюсь, у меня выдержит. Выдержит ваш этот перебойник. Ну не знаю, не знаю, у меня просто все время как-то плохо эта тигня работает, осталось менее 10%. Ладно, ладно, мы сейчас успеем сказать. А что мы в касках? Мы же не на стройке. Девы, которые рассказывали мне вот про вот это все вот. Где она? Шапочки у голубой. Давайте я скажу, ладно, времени не за... Давайте. Вот, надо туда развернуться. Вот, смысл в том, что сейчас... Встаньте. Ну, дороже. Это гараж. Смысл в том, что, получается, сейчас выходили Егоров и вот другой начальник, МОЗ-1, который здесь рулит стройкой, обещают каждый раз одно и то же. Вот единственное, что они сделали, это вот в этом корпусе с лета они окна поставили, и то не полностью. Обещали, что будут и окна на трех корпусах, и фасады будут сделаны, и внутри работы, уж не знаю, что они там сделают. Вот, в общем, сейчас опять та же самая песня. Тендер у них до сих пор, значит, подрядчиков выбирают по фасадам, и вот летом то же самое было, и в сентябре вот это все то же самое, каждый раз они говорят примерно одно и то же. От нас ничего не зависит, мы выбираем подрядчиков, мы выбираем поставщиков. По факту, когда общаешься, туда на стройку проходишь с рабочими, непосредственно общаешься с начальниками, с прорабами, они говорят, там того не хватает, материалов недостаточно. Недостаточно выделяется, они не могут проводить работы, они там, в общем, неорганизованы все. И вот, вот то, что сделали, вот частично поставили окна. Сказал еще, что поменяли сейчас требования к окнам. Сейчас стали талименимы. Сколько времени прошло на установку окон? Ну, они обещали в октябре, что это все будет стоять уже, на этих трех корпусах. Сейчас он уже обещает в марте. Ну, то есть каждый раз... Вот смотрите, на этом доме не целиком окна поставлены, а те корпуса вообще без окон. Не целиком, да, а те вообще без окон. А обещали, что и фасады, и окна все будет стоять уже. Поэтому вот, пожалуйста. Я так понимаю, что Егоров уже к нам не выйдет, да, вот или... Он уже обиделся, значит, там произошла такая женщина, говорит, когда вы достроите мою квартиру, почему вы каждый раз врете? Он обесценил ее мнение, сказал, что это привет вы несете. И она разнервничалась, накричала, он ее послал и ушел. Обиделся Бог. А мы тут не обиженные стоим. Должны с ним культура разговаривать, видите. Такой деловой. Вот, вот это еще, вот, вот эта женщина. Да у меня это не хорошо получат. Да ничего такого прям говорить не надо. Идите, расскажите, что произошло, почему... Ну, где руководить? Что случилось? Продавали квартиры, мы купили квартиры все в 2014 году. Срок сдачи у нас был в 2017 году, должны были квартиры все сдать. ЖК Царицыно 2. До сих пор в моем корпусе 5 этажей из 18 не строят. Строят очень медленно. После наших акций немножко начинают строить. Но строят очень медленно, в час по чайной ложке. Этажей не прибавилось. Вот мы были на обходе в июле, мы были на обходе в августе, мы были в сентябре, в октябре, и этажей практически не прибавилось. На нашем корпусе на 27-м прибавился один этаж на три секции. Четвертая секция так и стоит сейчас на уровне второго этажа. Это вы разговаривали с Егоровым, да, вот когда он прохладил? Да, да. Егоров каждый месяц на обходе обещает одно и то же. В июле обещают, что в сентябре сделают... В сентябре обещают, что в декабре сделают все. То есть я сейчас говорю, что до конца декабря застеклят 23-24-25 корпус. Но обещания остаются обещанием, они не собираются ничего выполнять. Просто не собираются. А как объясняет он, когда вы с ними не первый раз общаетесь? Он говорит, что то арматуры нету, то торги не прошли. Вот про торги мы слышим уже весь 20-й год. Вот торги пройдут, вот подрядчика, вот на 27-й корпус подрядчика нужно другого. Мы не справляемся. Потом, значит, он в августе нам говорил, вот границы закрыты, нету рабочих. Как нет рабочих? В России безработица, рабочих полно. Платите зарплату, и рабочие будут, приедут со всей России. Но рабочие, у нас есть контакты и с рабочими. Рабочие зарплату не получают по 2-3 месяца. Они 2-3 месяца просидят здесь, прождутся зарплату, увольняются. И все. Деньги настолько расхищаются, что даже и рабочим не платят зарплату. И рабочим не платят, рабочих нет, потому что нет зарплаты. Вот и все. То у них арматуры нету, то у них лесов нету, не хватает. Они друг у друга забирают эти по очереди. То нету материалов, то бетона нету. То везут ночью, то не везут потом. Ну, короче, бардак полный. Если бы они хотели, они бы уже все построили. Тут дело не в материалах. Мы спросили в августе вместе у Егорова, глядя прямо в глаза. Финансирование нормальное? Деньги есть? Он сказал, деньги есть. Денег достаточно. В чем тогда проблема? Непонятно. Вопрос открытый. Вопрос риторический у нас. А люди ждут, ждут. Дети роднут, новые рождаются. Люди платят ипотеки, снимают жилье. Никаких льгот. Никаких льгот по ипотеке. Никаких льгот. Никакого рефинансирования на наш жилой комплекс не дается. Я хотела спросить. Вот именно это жилье уже должно было страховаться. Как страховые, страховщики себя ведут. Страховка у нас была, а она... Страховка, что ты не выплатишь, что ты умрешь, например. Тогда они вот это. Это ипотека страхуется за сделку самая. Это же не страховой. Понятно. То есть они варят. Это не страховой случай. Это не страховой случай. Да, это не страховой случай. Все удивляет. У людей такие бывают серьезные ситуации у многих, очень у многих. Я перед вот этим актом, перед этой акцией обзванивала список, кто приедет, кто не приедет. Очень многие лежат, болеют. Очень многие другие города не могут приехать совершенно. Люди воспроизводные. Можно сказать уже о вытащении. Как вы думаете, если я попробую пойти спросить у него? Он меня... Дальше ворует. Сюда, да? Там закрыто, закрыто. Нет, туда не войдем сейчас. Сейчас не войдете. Этого у Егорова интерфью надо взять. Мы хотели спросить у него, почему стройку там достраивать. Там сейчас представители вошли, общаются. Сейчас они не будут и озвучат. Ну и хорошо, пусть они нам расскажут. Может быть, он выйдет тоже. Мало ли, что-то отойдет немножко от эмоций. Ему самое главное не грубить. Они так спокойно говорят. Но это тоже каждый раз. Ну вот, наш эфир неожиданно продовывался. Потому что выяснилось, что сейчас представители обманут своих дольщиков, разговаривают с застройщиком, с представителем застройщиков Егоровым. И, может быть, мы узнаем о том, чего добились, к чему приведут эти переговоры сейчас. Только выходом на акции. Извините, пожалуйста, что прервался эфир у меня на несколько секунд. Мы сейчас ждем, когда выйдет представитель застройщика и представители обманутых дольщиков после переговоров. Мы находимся в ЖК Царицыно. Рядом с ЖК Царицыно недостроенным, который не могут достроить уже 7 лет. Это вот мы... А тут отдел продаж находится. Не знаю, кто еще готов купить здесь жилье, есть ли такие люди. Люди борются уже 7-6 лет для того, чтобы получить свои квартиры, за которые они заплатили. Их квартиры были украдены трижды, наверное, потому что... Ну, или дважды. Сначала первый застройщик просто украл все деньги и исчез. Но сейчас его осудили, он под домашним арестом находится. И сейчас уже достраивает. Сколько уже лет государство достраивает квартиры, получается? Смотря с какого года. Вот у нас две... Смотрите, мы когда... Мы в 2013 покупали, в декабре 2013 должны были сдать. Считайте. Я имею в виду, когда уже исчез вот... А, эти кормят, год уже кормят нас. Вот они все обещают. То летом обещали сдать, сейчас вот обещали. В октябре сдать уже вот это... Ну, хотя бы доделать обещали. Сдать уже не обещают, уже обещают доделать фасады. У многих людей, которые купили здесь квартиры, родились дети, выросли дети, пошли в школы. Люди поумирали. Умерли люди, которые покупали квартиры здесь. И все так же. Люди не могут ехать, они вынуждены снимать жилье. Вот, кстати, вот это как сковатор. Вот что-то копал. Все, сейчас он уже ничего не копает. Все, пожалуйста. Это вот он говорил, коммуникацию рвут. Порыл 10 минут, вот мы тут были. Все, стоит. Все, вот так вот делается. По 10 минут в день. Поэтому все стоит здесь. Легко можно убедиться, что ничего не происходит на строительстве. Не идут никакие работы. Всегда видно, когда строительство идет. И тогда я приезжала. Я сюда приезжала в парикмахерскую. И я ходила, смотрела. Я буквально 5 человек на этом корпусе насчитала. Утепляли фасад. Утепляли. Вот там, где балконы, утеплители ставили. Пять человек на вот такой, на огромный муравейный дом вот этот. Это, конечно, было очень мало. Хотя я и тому порадовалась тогда, конечно. Ну, это, ну, поэтому вот, пожалуйста, окна кое-как почти поставили. Важаемые граждане, только председатель танцев, освободить ситуацию про входа граждан. Ну, революция требуется. Революция нужна, конечно. Что еще, я не знаю. Революция-то тоже, конечно, не знаю. Это не мирно. Надо как-то мирную революцию делать, как в Белоруссии, возможно. Мы будем все-таки надеяться, что удастся вам добиться, без каких-то серьезных... Ну, что удастся добиться справедливости, что достроят эти дома, что все-таки будет, ваши требования, наконец, будут услышаны правительство Москвы. Обратите внимание, что деньги расхищены. Вы понимаете, деньги ведь расхищены уже не только этих людей, которые вложили в квартиру, но и нас. Потому что мы налогоплательщики, как бы с нас взяли, и чтобы достроить вот эти дома, с налогоплательщиков, конечно. И наши деньги тоже ушли в никуда. Из московского бюджета воруются деньги всех компаний, которые платят налоги в Москву. Конечно. И это настолько выпиюще, что не обращают на это внимание правоохранительные органы, что этот застройщик еще не под судом, что прокуратура не проверяет, куда ушли деньги. Давайте проведем расследование. Сколько квартир, сколько дач было построено, благодаря тому, что эти дома уже 6 лет недостроены стоят. У Алексея Навального на канале все хищения, все вот эти вот бюрократические... Я, правда, не смотрю, у меня муж очень смотрит это все. Что ж такое, а? Что такое уж и можно. Мы сейчас говорили о том, что надо... У меня просто чуть-чуть прервалось, что мы смотрим все каналы Навального о том, как воруют деньги. Что они покупают эти деньги. Вот нам тоже интересно, что же все-таки... Куда ушли вот эти деньги, которые были выделены Москвой на достраивание корпусов ЖК «Царицын». Потому что деньги огромные, огромные. И можно было эти дома давно уже застроить. Вот. Беспредел творится просто неимоверный какой-то. Просто в каких-то масштабах, коррупция в таких масштабах, это, конечно... Я даже не знаю, как это может... Какие слова можно к этому подобрать? Давайте тоже туда вот подойдем, там что-то происходит интересное. В Казнабу когда-то и обращаешься, а что? Мне там ничего не слышно, что происходит. Скажите, пожалуйста, а кто это говорит? Помощник местного депутата. Ага. Мы дали бы обращение в руки прямо. Еще раз. Есть процедура? Есть обращение. Вы поймите, что кто-то, что бы написал, неправильно. Это же ответ. Обращение регистрируется бесконечно. Что значит... У нас таких обращений и к депутатам, и к прокуратуре. Когда вы обращаете? Люди за 7 лет будут, и свои права. Каждый месяц. Нет, ну сейчас мы сказать не можем, но есть ответы. 2 года назад. 2 года назад. Конечно, безидет подписался. Месяц назад. Я лично писал клее обращения в этом месяце. Куда? В этом месяце. Кому? Прокуратура, МКСИ и правительство Москвы. Ну обратитесь. Нет, по ней. Ну если у него больше полномочий, он решит этот вопрос. Ну вот смотрите, мы говорим за результат. Помощник депутата. А кто у вас депутат? Вы не подскажите, чей он помощник, вот этот человек? Я не знаю. Максимально возможно от себя, чтобы добиться результата. А дискутируем непонятно на какие вопросы. Понятно какие. Встройка. Где конкретные вопросы? Вопросы понятны, но опять-таки. Вот это вот помощник депутата. Вы хотите сказать? Я не знаю, как это было. Скажите, какая фамилия депутата, которого вы являетесь помощником? Как и ваша фамилия? Артемьев Олег Германович. Так. А как вы помогаете обманутым дожищикам? Скажите. И помогаете ли вы им вообще? Ну, в рамках законодательства Олег Германович очень помогает. И вы можете спросить, как раз таки, кто вам давал интервью. И все знают, и проводятся встречи с депутатом. И регулярно причем. А вы можете более конкретно сказать, в рамках законодательства что вы делаете? Хороший вопрос. Поддерживаю. Смотрите. Если у граждан возникают вопросы, связанные со строительством данного жилищного комплекса, по каким-то проблемам, они конкретно пишут обращения. Пишут. Дальше что-то. Ну, можно я скажу? Хорошо. Хорошо, спасибо. Давайте, давайте. Вот. И после этого Олег Германович, он смотрит, какие документы положены, чтобы оценить правильность ситуации. И договорится, чтобы эта ситуация разрешилась положительно в рамках закона. Давайте, по последнему обращению. Что было сделано? По последнему письму, которое Олег Германович получил. Что было сделано? Конкретно. Если мы, скажем, сейчас для ЖК Царицына, это уже проблема не просто ЖК Царицына, а строительства. А это куча проблем разных. То есть, это первая проблема застройки ЖК Царицына номер два. Если мы говорим про ЖК один, там подключение тепло-холодное. Давайте будем уважать друг друга и ответьте на вопрос конкретный. Вас только что спросили по письму последнему. Вот крайнее обращение было Юлия Игоревна Царицына-1. То есть, у них связано с тем, что до сих пор это введен дом в эксплуатацию, подземный гараж не функционирует. Там лифты вроде бы не есть. Нет, еще раз. Вроде бы, или вы уверены, или вроде бы. Нет, нет, прямо уверена. Уверена. Я только что разговаривала с человеком, которым не могут сделать ремонт. У меня все на видео заснялось. Ну давайте, вот смотрите, таких обращений не было. Давайте вот, мы разговариваем, когда есть конкретные обращения. Хорошо, вам ответьте на предыдущий вопрос. Что было предпринято для того, чтобы помочь с последним письмом, с последним обращением? Не понял. Только что у вас задали вопрос. Вот последнее обращение было рассмотрено в вашем... Да, по гаражу. Смотри, по гаражам еще там вопросы, сейчас собираются документы. По поводу того, что вот именно там есть вопросы по пожарной безопасности. Вообще приемки, я думаю, дома по радиальной 6 в Боргус-3. Так. Вот. Вопрос по МОЗКОМ надзору был отправлен в запрос. Вот сейчас мы дождемся от них ответа. То есть в связи с чем и почему произошла и произошла такая ситуация. Если будет адекватная... Ситуация какого плана? Приняли дом по критериям, которые несоответствуют, я правильно понимаю? Именно то, что когда обращались граждане... Несоответствовал дом. Но его приняли, да? Смотрите, еще раз. И вы сейчас задали вопрос. Мы сейчас разбираемся, почему приняли, на каком основании, кто принимал. И вообще, как эта ситуация могла произойти. Ответственных лиц, да? Конечно. А сколько времени это может занять, в изучении этого вопроса? Ну, смотрите, в среднем, что по закону 59-го СВЗ, это занимает порядка 10 дней. Естественно, если это приходит к какой-то организации, которая ответственная, она может продлить еще на 30 дней. Ну, опять-таки, вот смотрите, это в рамках закона, ну, это можно отследить ваше обращение. Куда уж мы. Там конкретно ответственность будет. Это реально... Давайте, кому писать, давайте, я еще вашему напишу, давайте. Да не проблема, вот смотрите, есть? У адрес, скажите, официальное письмо, кому написать. Смотрите, есть. Вы постоянно говорите, что люди должны действовать в рамках закона. Что вы считаете, они делают не в рамках закона? Они вроде бы все в рамках закона делают. Мало писем, мало писем писем, я так понимаю. Вот сегодня вы, ну, вот мы все присутствуем. Можно адрес? Да. Куда написать? Почтовый адрес? Заходите, Московская городская дом. Там не почтовый, там интернет. Вы мне можно конкретно? Вот я вам сейчас спросил. Почтовый мне. Вот этот интернет мне не надо, потому что это все, это не официально. Почему официально? Ну, не знаю, просто нефисходящего, не входящего. Вот смотрите, вот, 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 сейчас я вам все очень просто объясню. Вот есть вот, видите, сайт МГД. Так, вот. Вот, здесь есть вот тот значок обращения. Вот обращение к депутату. Здесь все расписано. Вот смотрите. Просто люди, понимаете, люди не верят в это. Все обращаются. Ну, 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 не помогают. Покажите здесь хоть одно обращение, которое было... Да вы что, ну подойдите к ответственному лицу, который пишет в рамках. Президента. Человек в суд обращался, в прокуратуру обращался. Смотрите, вот смотрите, дайте. Выполняете, вот, выбираете Олег Германович. Дождите. Так, Олег Германович. Все, я поняла. Самый первый депутат, Олег Германович, советует обратиться к нему. Да. Написать ему письмо. Ну, все, тогда мы теперь знаем, кто всем поможет. Олег Германович, мы на вас надеемся. Ну, а как еще? Это уже, это уже просто, на самом деле, не что. Но, чтобы дать ваши контакты, Наташа вам давала, Наташа давала вам интервью. Да. Она сказала, что она скинет там вам какие-то документы. Можете дать? Да, конечно, конечно, давайте я вам дам. У меня просто нет своей визитки. И у меня еще полностью разрядился этот. Так, 916. 6, 7, 8. Какой? 916, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 39. 43. А у меня есть не одна, у кого не жилую. Активальтика, да? Это, ну, у меня зовут Екатерина, там еще меня. Я могу переслать... Ну, у нас тоже не кайфолы. Нам, по сути, нельзя. Ну, редактором, который включает. Когда? Я уже в это время должна была в доме жить, двухэтажного. А я живу... Вы с кем договор заключали? Вы нам не рассказывайте, с кем мы договоры. Я вам еще раз говорю, в 18-м году... Я вас сомневаюсь даже, что вы... Нас передали, нас передали. Мы не просили, а нас передали. Вот и не говорите, что с кем мы договоры заключали. Ну, ключевой момент, то, что деньги были выведены незаконно в Москву, в правительство Москвы, понимаете? Кто виноват? МКСИ виноват. Это не Москва нам делает одолжение, то, что достраивает за свой счет. Наши деньги незаконно были выведены в Москву, в бюджет Москвы. И не только в Москву, еще в отшоры. Есть платежки, есть подтверждение этому. Никто вам одолжение не делает. Это наши деньги. Это наши деньги. И вот эти деньги, которые сейчас вот направляются, это, между прочим, ваша работа контролировать, куда деваются деньги, которые выделены на стройку. Это ваша... Да, ваша депутатская работа. Потому что деньги-то идут откуда? Из бюджета? Нет, а вы уверены, что это помощник депутата? Как депутат видит в процессе? Депутат, Мосгордума. Я скажу, вы депутат Мосгордумы? Помощник. Вот, Мосгордума. Мосгордума утверждает бюджет города Москвы? Черт, что очень. Мне под сомнение поставилось. Помощник депутата. Мосгордума, расскажите мне, Мосгордума контролирует бюджет Москвы? Я в шоке тогда. Спасибо. Пожалуйста. Ну все, сняли все. Запротоколировано все. Вот как вы? Вот я вам задала вопрос. Вот скажите, Мосгордума должна контролировать бюджет Москвы? Мосгордума, вы что-то его подписываете? Она его подписывает, утверждает, она должна контролировать. Куда Мосгордума отправила 16 миллиардов рублей? Хороший вопрос. Нет, не надо ждать. Отвечите на вот это вопрос, пожалуйста. Контролируют всякие финансовые потолки, да? Специальная организация. Это счетная палата и органы специальные. Мосгордума со своей стороны контролирует бюджет Москвы? Смотрите, смотрите. Она контролирует исполнение. И в первую очередь, смотрите. Олег Германович говорит о чем? То, что в первую очередь, ЖК Царицына, это проблемный момент. И должен он решиться, потому что это его дона ответственности. Куда деньги получили? Скажите. Кто их получил, скажите? Уже, Олег, кто их получил? На любой вопрос у вас отчет. Дайте, напишите. Вы сказали, ответьте нам, пожалуйста. Вы нам конкретно говорите, где наши вопросы. Мы никуда не хотим ходить. Депутаты выделяют деньги, обсуждения. Далее, внутри города есть органы, которые смотрят, как тратятся деньги. В смысле? Куда деньги идут? Счет фактуры? И пожалуйста, как исполняется доказать. На галерах. На галерах. На галерах. На галерах. На галерах. У него много в районе ваших таких горячих точек, где вот собираются люди? Знаете, момент. Сейчас у нас есть определенная ситуация, связанная с эпидемиологической обстановкой. Не заболел? Я лично заболел. Я три месяца проболел и переболел. Не заболел? И чуть не умер. Я пролежал 23 дня в больнице. Поэтому сейчас не очень хочется, чтобы депутат-космонавт, который должен на основной своей работе выполнять свои задачи, участвовал в массовом сборке. Поэтому я здесь. Но мы народы. Мы народы. Но я здесь. И мы жертвы. Ваши все декоративы. Мы жертвы. Ну, спасибо вам за оценку, за ярлык. Ну, мы же жертвы. Вот она ваша оценка. Вот она оценка. Больше никаких ярлыков. Вот он ярлык. Мы не можем только следить за тем, чтобы не было... И это Тимпрепятти. МОС-1. Да. Ну, это МКСИ и МОС-1. Вот этот договор. Он за кем смотрится? Контролируется. Да, контролируется. Ну, исполнительная власть, я так понимаю. Ну, конкретно. Зовите конкретное лицо. Хорошо, давайте так. Смотрите, я не знаю, просто я не готов ответить. Но, если вы хотите задать вопрос, то тут обмануты удочеки. Обращение напишите, проверим, посмотрите. Давайте. Сколько же вам раз говорите, скажи, о чем говорите. Конкретный вопрос. Но вы пришли на встречу, вы, получается, не совсем подготовились. А я не успел. Дорожи. Вы даже ответы сейчас не писали. Ответы нам. Почему? Ну, вы пришли на встречу с нами. Дайте нам сейчас ответ. Давайте так. Конкретный ответ. Давайте подождите. Подождите, я... Про битва, я поняла. Нет, смотрите, я не могу сказать, к сожалению. Я такие обращу сейчас. Но... Подвоните, выясните, кто отвечает. Депутат задает на проблему. К нему обращаются граждане и сигнализируют, что тут у них порядок. Хорошо. И конкретные вопросы они ему задают. Он конкретно, по каждому конкретному вопросу, он занимается. Смотрите, у меня есть два вопроса. Очень устаревший нет. Я не знаю. Так вот, депутат понимает, что какая-то ситуация нездоровая вокруг там в объекте идет. Недоровая, да. Пусть без обращения даже. Он же может как бы понять. Он же без обращения может. А как это? Сразу не слез. Если он отвечает за этот префект, вы что, не знаете, что тут вот жопа происходит? Вы, глядите, вы. Такое могучее государство и по грязному росте. Мимо ездит на машине. И нельзя раскрутить ниточку. Сколько лет, и нельзя раскрутить ниточку. Это бумага и столь. Органы должны предприниматься. Ну, конечно, депутат не должен. Я поняла. Это депутат не должен. Хорошо. И второй вопрос. Депутату письма писать. Для этого он и существует. Депутат будет читать наши письма. Вот это и вот это. Бумажки будет со стола на стол пить. Какие вопросы у него компетенции? Со стола на стол. Конкретных проблем. Вы объясните, пожалуйста, почему новостройки сейчас строят за год, а у нас вот за год еще ничего не построено. Вообще никаких изменений. Один этаж. Как блины летят со сковородой? Как блины со сковородой? У нас вот это время обманутой дочкой. А почему? Вот скажите, чем на отроке с пресса один год? Ну, подождите. У нас уже два года никаких изменений вообще. Процедура есть. Можете устроить дело, он принял когда-то в 18-м году. Так, вот два года прошло. Подождите, подождите. Целый год уже прошло, да. Можно я сейчас? Дальше. Есть дорожная карта. Дорожная карта в Каспусске. Совершение этого строительства будет в 21-м году. В момент 21-го года. Ну, а люди есть? Встройка идет сейчас. Еще раз давайте посмотрим, идет ли стройка? Давайте посмотрим. Один хотя бы есть в строительном объекте? Я не вижу. МКСИ, Госдума. Напоминаю, что идет разговор с представителем депутата района Царицына. Один ушел, один. Егор ушел, один. Его оскорбили же. Его уже оскорбили. А он, знаете, он тоже оскорбил. Нет, ну подождите. Он задавал обещания, которые не смог выполнить. А теперь от них отказываются. Чтобы такого не было, глаза отказываются. Нет, чтобы такого не было, чтобы не отказывались. Вот смотри. Люди пишут обращения. Вы это много рассказали. Писать обращения. Люди пишут обращения. Где? Покажите хоть одно обращение. Я конкретно не писала им. Сейчас, сегодня люди подписывали. Мы каждый раз пишем обращения. И в прокуратуру. И в прокуратуру. И депутатам. Тогда каким депутатам вы скажете? Сейчас скажу. Вспомните, пожалуйста. Сколько раз найдите только одного человека, кто выписал депутат? И президенту, в прокуратуру. И в суд подавали. Колокольцев. Колокольцев даже дело возбуждал. В реестр вставали. В реестр обманутых дочек. Он ничего не знает. Это просто я не знаю, что издевать. Валерьянку задавать. Вы знали Валерьянку. Какая-то Валерьянка. Только изобразие. Нормозная. Я не знаю очень. Вот посмотрите. Этот человек представился представителем депутатов. Не подготовился. Не подготовился к абсолютно встрече. Он говорит, президент не канает. Надо именно в курскуру писать. Результат работает. А вот это причина. Это не наше дело. Мы уже наблюдаем. Мы прокуратура и судим Касаеев. И ни в коем случае нам депутаты не поможут. Это просто тщеславная отговорка, которая пахнет вот такой авантюрой. Поговорили и успокоили. Если президент ниже Государственной Думы, тогда зачем вам нужен президент? Упростите все, упраздните. Будем обращаться к депутату. И вам будут как лепешки готовить нам указы, приказы, путь исполняет все. Это верно. Даже смешно. Даже смешно. Уровень прокуратуры и уровень какого-то помощника депутата. Это совершенно неправдоподобная история. Даже выглядит комично все это. Олег, компетенцию Олега Кемпетенча, Германовича и Ещет. Входит ли оказание давления на комп, строй, инвестор. Давление никто не может оказывать. Все должно происходить в рамках закона в соответствии с депутатом. Верните деньги, и все пойдет по маслу. Верните деньги, и все пойдет по маслу. Мы сейчас ждем, когда выйдет представитель застройщиков, да, с переговоров. Переговорки как? Мирных переговоров. Не нужно ли я брать? Слушать, конечно, помощника депутата совершенно невозможно. Просто я, ну не знаю, уже разговор о том, что все должно быть в рамках закона, от него в пятый раз невозможно. Какие у вас... Там вот представитель депутата этого, он все время требует рассказать ему, кому вы писали. Вот вы же много к кому обращались. Может быть, вы расскажете нашим зрителям, которые только что подошли, к кому же обращались представители? Мы, наверное, обращались по всей инстанции города Москвы и Российской Федерации. Вот в какие, наверное, уже только возможно. Но чаще всего мы, конечно, обращаемся к московскому мэру, да, поскольку мы относимся в основном к нему по поводу того, что стройка не двигается. Причем обращение мы отправляем регулярно, раз в месяц, это точно, иногда чаще. Все обращения, мэр не рассматривает наши обращения, он все спускает в организацию, которая должна нас курировать, это Москомстроинвест, ну, соответственно, мы получаем на все наши обращения, мы получаем стандартные отписки, которые там меняются с течением, скажем так, раз в три месяца, они примерно меняют формат ответов, добавляют туда пару слов. Это не увеличивает количество рабочих на нашей стройке. Вот вы даже сейчас можете видеть, что рабочих... Да, вы же обратили внимание, что ни одного человека нет. Да, на стройке нет рабочих, нет материалов, нет техники. Вот если вы увидите, да, вот мы собирались пару часов назад, да, мы тут с 12, туда ездили КамАЗы, ездили бетономешалки, сейчас, соответственно, ничего этого уже нет, технику всю разогнали, показательное выступление закончено. Далее мы обращались в администрацию президента, в министерство строительства, бывшему министру строительства Якошеву, который нас отправляет опять же в Собянину. Мы обращались в прокуратуру с просьбой проверить деятельность бывшего нашего застройщика, прокуратура не видела нарушений, проверить деятельность нынешнего застройщика прокуратура опять не видит нарушений. Прокуратура закрыла уголовное дело, которое мы завели на правительство Москвы. Тоже она не увидела, да, у нас нынешний чиновник, бывший председатель Москомстроинвеста Константин Петрович Тимофеев, сейчас он возглавляет фонд обманутых дольщиков при ДОМ РФ. Нам дали данные о его зарплате, да, все это мы видели из заведенного уголовного дела, да, чиновник, который получает там порядка 50-80 тысяч рублей, имеет в собственности дом за 216 миллионов рублей, имеет личный самолет, аэропорт, да, в Казани, правда. Также он имеет квартиры, конкрет, в годы его председательствования он даже подавал заявление в полицию, его ограбили, у него украли часов на 5 миллионов, вот. Это человек, который получает официальную зарплату 80 тысяч рублей. Прокуратура не усмотрела в этом составу преступления и закрыла, соответственно, уголовное дело. Наверное, единственный, кто нам хоть как-то идет навстречу, это Следственный комитет и Бастрыкин, который его возглавляет, вот, который все-таки вот нам помог расследовать МВД, нам не идет в лице бывшего министра Колокольцева, не шло навстречу тоже, они тоже не видят состава преступления в лице нашего застройщика Пенкевича, он два года отсидел в СИЗО, сейчас он отдыхает дома. У него просто подписка о небыезде, уголовное дело не закрыто, ни первое, ни второе, вот, только дольщики, да, вот, у нас, получается, власть создана для того, чтобы обирать народ. Вот, да, вот по-другому я это назвать не могу. А вот тут было выступление девушки, которая говорила, что она представитель тоже обманутых дольщиков, все России, это она как бы с ним как-то связана? Она бывшая, она тоже дольщица ЖК Царицына, вот, просто ее дома, вот, одни из первых, они были в 90% готовности, их сдали в конце 19-го, да, по-моему, года, два дома у нас сдали, тоже, она сказала, дома сдали в очень, в очень, ну, в плохом, короче, состоянии, тоже там было очень много недоделок, они много все переделали, но, по крайней мере, им дали жилье, они могут сейчас там жить. Да, она вот с нами была, но вот она сейчас дождала свои квартиры. Это первые дома, два дома, которые сдали, сдал вот нынешний застройщик. Ну, вот это вот, она еще про партию говорила, что давайте создадим партию. Это она, да? Да. Про нее говорите? Да. Ну, она, она входит, она, Альмира Серсеева, она входит в объединение дольщиков России, то есть она как-то там состоит в координации с дольщиками других регионов, ну, очень хорошая идея, ее надо поддержать обязательно, потому что, ну, если не мы, то кто, да? Если мы не хотим сами свою жизнь улучшить, да, и как-то подвинуть эту партию воров и жуликов, и не знаю, как их еще назвать, у меня только нецензурные слова на ум приходят. Да, да, уже нет сил никаких. Да, вот, поэтому, я думаю, надо поддержать ее идею. Как думаете, как долго нам вообще предстоит на улице стоять и ждать, когда придет, когда выйдут наши переговорщики? Григорьев. Вы замерзли, да, наверное, все уже? Да, конечно. Да, находимся здесь на улице с 12 часов, и теперь вот мы ждем, когда поговорят с Григорьевым. Леша, Юржан пошел, Марина. Вот здесь находится центр продаж ЖК Царицына, и туда зашел... Как полное имя Григорьеву? Вы не знаете, представители застройщиков, с кем сейчас придут... Егор Владимир Николаевич. Егор Владимир Николаевич зашел вместе с представителями обманутых дольщиков. Сейчас они разговаривают, пытаются добиться того, чтобы продолжилось все-таки строительство, и было завершено. Мы ждем, чем это все закончится, чем закончатся переговоры. Люди уже... Большая часть людей разошлась, осталось, ну, человек, наверное, 50. Вот. Все уже замерзли. Да, это директор АО «Можстрой-1». Я думаю, что Егоров Пешка в этом... Я думаю, он просто Пешка и прокладка, главный виновник МКСИ, который выводит в лице зрения совести отсюда деньги. А вот кто стоит сам МКСИ, ну, полагаю, что хуру. Ну, общая система в нашей стране, к сожалению, сейчас как раз построена на то, чтобы выводить деньги И не только из обманутых двойщиков, а вообще из многих объектов. Это очень хорошая гармошка. Я не понимаю, они вообще за страну-то как-то вообще болеют. Они что делают здесь? Они занимаются руководством страны или кому-то помогают? Они просто зарабатывают? Я не думаю, что зарабатывают. Они просто программу выполняют в других организациях, в других странах. А мне кажется, это просто грамёж. Почему это они всё делают безнаказанно? Как так получилось, что они могут это всё безнаказанно делать открыто? И все органы, которые обязаны контролировать эти процессы, они не выполняют свои обязательства. У нас суды не работают, естественные комитеты не работают. Просто муссируются одно и то же с утра до вечера. Деньги как выводились, так и выводятся. В офшоры выводятся. Выводятся из страны. Лес продали. Сибири. Лес весь продали. Землю поделили. Землю поделили. Да. Земля тоже продана неизвестно кому. Наверное, иностранным инвесторам. Мне кажется, что мы скоро потеряем вообще свою страну, свою Россию. Это третий пункт, третий том плана Далеса. Он выполняется очень усиленно. Почитайте, что такое план Далеса. Наконец-то мы до столиц. Выходят представители. В общем, ребят, общались мы с представителем МПЦ. Извините, пожалуйста. Мы с Егоровым. Ну, что? Ну, картина не меняется, да? Рабочих нету. Когда будут, никто не знает. Вот была ярмарка труда. Ну, как и предполагалось, что она не состоится. Что рабочих там не было и нет. Ну, на 27-й корпус у нас, как всегда, обещают подряд. Ну, субподрядчик 20... Какой там? 23-й, 24-й, 25-й. Что, дали подряд? Не дали? Только на инженерию. На инженерию. На внутрянку передали. На внутрянку поставили. Да. Что еще у нас? Ну, мы договорились каждый месяц, не более, не более пяти человек, ну, не более шести человек ходить на обходы. Да. А 30-й, 30-й? Кто это где? Когда? А в смысле у нас, давайте, как 30-й, вообще сейчас не строят. В общем, результата беседы нету. Никакой нету. Да нет. Ну, а чего? Ничего. Предложили мы завезти сюда застройщиков с ресурсами. Нам отказали. На 23-й, 24-й, 25-й корпуса на посады внутрянку они разыгрывают конкурсы, график выложат нам. Хочет, ну, какое-то будет минимальное движение, придут организации с рабочими. По всем остальным, к сожалению, нет. Поэтому, да, результата нету. Будем продолжать так же встречаться здесь, где-то в других местах, чтобы нас все-таки услышали. А чем аргументируют отказ завезти подрядчиков? Ну, не хотят. Сложностью процедуры. Да, не хотят, но мы сказали, что здесь те деньги, которые уже выделены и страчены на нашу стройку, хватило бы с нуля бы весь этот ЖК построить бы. 25 декабря будет итог счетной палаты. Просто вопрос в том, что мы просили завести субтитратные организации еще два года назад, если вы помните, да, когда нашу просьбу не восприняли. Они посчитали, что это сделают самостоятельными силами. По каким это причинам было, это непонятно. Кто будет за это отвечать, да, за просрочку сроков, когда даже мы, простые дольщики, понимали, что невозможно одной организации, такой как МОС-1, да, выполнить такие объемы работ. С учетом того, что у них не было опыта проведения аналогичной работы. Общестрой. Всем было понятно, что они не справятся с этой задачей. Вместе с тем, вот они только через два года пришли к тому, что необходимо субтитратные организации, необходимо их привлечь. Но это определенная процедура, да, чтобы вы понимали. Это может длиться месяц, два, три, четыре с учетом там фаз, обжалований и тому подобное. Поэтому наше требование было и наше пожелание было, чтобы все-таки завели как можно больше рабочих на сегодняшний момент, чтобы этот процесс не останавливался. И, соответственно, договорились, что в течение месяца, по большому счету, мы сейчас, они пытаются провести мероприятие по усилению и по сдвигу, как бы, стройки, да, по привлечению рабочих, там, материалов, подрядчиков. И после течения месяца уже будет понятен результат, что-то сделано и не сделано. Но сегодня складывается так ситуация, что в четвертом квартале следующего года мы все квартиры Ц2 не получим, к сожалению. Поэтому или все-таки МОЗ-1 возьмется за голову вместе с МКСИ и что-то сделает, я не знаю, прорыв какой-то, да, с помощью правительства, привлечения мощных, хороших заведений у подрядчиков в ближайшее время. А про финансирование что сказали? Есть деньги или нет? Еще секунду. Катер Семенович, запомните одну вещь, да, что если здесь никого не будет на стройке, вот вас всех, которые сегодня пришли, вот она умрет окончательно. И бесповоротно. Только эту стройку двигает ваша активность, поэтому всем вам большое спасибо за то, что вы это понимаете, да. И борьба у нас только продолжается, да. Никакого, в принципе, результата, никаких обещаний серьезных мы сегодня не получили. Только опять через месяц вроде бы будут рабочие, всего здесь 200 человек, размазываются по 10-15 на корпусах. Мы предполагаем. А в ТАИ еще не стоят, что с 1200, куда они вообще эти деньги дебают, выделяемые на зарплату? Вы успокоитесь, поэтому. А зачем нам успокоиться, когда мы увидим растущий этаж? Вы так и сказали, ваше пожелание мы сказали. Деньги есть или нету? Деньги есть, была задержка в оплате нету, когда рабочие нам докладывали до июня. А какой причине? А сейчас, ну это государственная процедура, присоединиться к своему министратору, но задержка была. А сейчас? Сейчас деньги есть, нет рабочих. Ну, в районе это же, ну как бы никого не рабочих, а? Сейчас, из-за того, что закрыта граница, действительно ситуация сложная. Ну, надо искать, надо организовывать. Пускай зарплаты поможут, и москвичи будут работать. Но, поэтому, мы все пожелания вам сказали, но это не могло. Мы предложили отдать наподряд, оставить по 300 человек определенный объем. Единственный выход, это оставить нам подряд. И отдать остальное наподряд, они не согласны. Сколько у них зарплаты? А по поводу Егорова, он остается ли? Нам не интересен этот вопрос. Нам интересна стройка, кто там будет, и кто будет отвечать нам неинтересно. Мне интересна, что государственная стройка, все-таки кадры с вопросами тоже очень важны. Вот они какой-то рабочей силы, из Казахстана, из Узбекистана. Вообще, ценность есть или нет? У нас москвичи без работы сидят. А они не привлекают. 20 тысяч, мы не стоят, а не москвичи, а не будут работать. Нет, там же люди не будут. Россия вся без работы сидит. Сейчас вообще. А подрядчиков они не хотят. Подрядчиков они не хотят, да, поэтому мы, к сожалению, будем, значит, получаться дальше. А чем мы действовали, конечно, в Межуаре, подрядчиков? Сейчас подрядчиков. Сложность и процедуры. То есть мы, я сказал открыто, что с деньги, со стройки воруются деньги. На что мне было отлично, что дождитесь результатов счетной палаты, потом делайте выводы. Но будем дожидаться результатов. А почему не хотят? Ну, может быть, воровать так труднее, понимаете? Ну, я не знаю, почему не хотят. Вот здесь уже люди чуть ли не под машину ложатся. Уже собираются, без порядка. И не хотят. Ну, почему не хотят? Может быть, у кого-то много надо в карман положить, кто-то хочет. У кого-то перед участок, участок машины. Нам надо, мне кажется, организовать какие-то акции громкие. И не здесь на стройке, а в третьей. Мы вас поддерживаем. Вот мы лично вас поддерживаем. Ну, я не знаю, что. Мне Лариса. Вот, Лариса, мы такие же дольщики, как вы. Такие же люди. Да? Пожалуйста, организовывайте, подумайте. Давайте. Присоедините кого-то. Я не знаю, я не знаю, что наказывать, что наказывать, что можно позволить, что нельзя, за что-то наказание. Ну, вы же говорите громкие. Ну, предлагайте, предлагайте, организовывайте, приходите, звоните. Мы-то вместе, а вы? Давайте организовывайте. Пожалуйста, организовывайте. Не вопрос. А почему вы говорите, давайте организовывайте, отделяемся? Потому что мы организуем конкретно, организовываем там кто-то там, да, инициативная группа или кто-то там участвует. Как бы уже много лет. А остальные как по стороне. Ну, мы такие же, как вы, дольщики, поймите. У вас такое же право и такой же голос. Поэтому предлагайте, собирайтесь, организовывайтесь. Мы не против. Мы вас поддерживаем. Давайте определимся. Декабре нужно еще за новое года, декабре. Мы вот это безобразие, то, что люди, да, по там 200-300 человек собираются на акциях, сюда приходят в течение уже многих лет, многих-многих лет, возлагаем на сегодняшний день, там, МОЗ-1, да, потому что это не наше желание здесь находиться, мерзнуть, там, терять свое время, здоровье, там, и тому подобное. Нас к этому подвигает наш застройщик, который не справляется на сегодняшний день, к сожалению, к своим законным обязанностям. То есть он по суду получил право нас достроить. Есть сроки, которые обозначены в дорожной карте. Эти сроки, к сожалению, срываются. Мы видим на это, что на сегодняшний день эти сроки срываются. Поэтому мы здесь. Если они не будут срываться, стройка будет полноценная. Нас здесь никого не будет. Мы будем только хвалить и ввести. Поэтому нам обещана нормализация работы. Мы расходимся по домам. Если, к сожалению, нет, ну, соответственно, будем тогда писать, участвовать и тому подобное. Возлагаем все на МОЗ-1. Когда они запланировали проверочную вот эту... Когда будем? Встреча будет примерно 22-23 декабря. Вот по результатам этой встречи мы отпишемся и все, да. За что можно в центре сделать, как можно собираться? Там же это разрешение как-то? Да, да. Мы здесь же будем... Нет, кемчик одиночный. Все акция закончилась, все замерзли, расходятся. До свидания, дорогие друзья, дорогие зрители. Ой, 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 активатики. Не знаю, посмотрим. Надо посмотреть, кто остался здесь. Люди уже очень давно борются за свои права, за право въехать в дома. Мне сейчас прислали еще документы и видео, которые тоже будут вам интересны. Потом тоже это разместим на сайте канале Активатика и на страничке нашей в Фейсбуке. Вы сможете ознакомиться и с документами, и с высказываниями представителя АО «Мостстрой-1». Ну, в разговорах с обманутыми дольщиками. Это интересно. До свидания. Надеюсь, все, кто сегодня был здесь, получат свою квартиру в ближайшем будущем. Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует...